Кокаши едва мог открыть глаза. Боль прожигала каждую конечность, а писк от оглушения будто сдавливал мозг, не давая ему функционировать. Первое, что он увидел — белое пятно и зелёный свет. В глазах предательски двоилось, и собрать картинку в одно целое оказалось невозможным. Кокаши простонал, чувствуя жжение в области груди. Боль накатила волной, но вскоре отступила, по телу разлилось тепло, а писку тих. Кокаши закрыл глаза. Джанин не понимал до конца, находится ли он в сознании. Мысли вертелись в голове, но выловить хоть одну не представлялось невозможным. Он чувствовал, как лечебная чакра разливается по телу, унося боль и смешиваясь с остатками его собственной. Кокаши не знал, находится ли он в полной безопасности, но сейчас это волновало его не сильно. Главное, что боль отступила, главное, что каждая мышца расслабляется, главное, что этот бой кончился. Прости, он услышал слово извинения и не понял, слышал ли он их на самом деле, или это плод его воображения. Все будет хорошо, я сделаю все, чтобы защитить тебя. Нет, он точно это слышал. Кокаши снова попытался открыть глаза, это давалось ему невероятно сложно. Он пытался моргать и жмуриться, пытаясь сфокусироваться, и, наконец, ему это удалось. Девушка в черном плаще сидела перед ним и, сканируя его тело медицинской чакрой, лечила повреждения. Вокруг было тихо, Кокаши попробовала глядеться. Вражеские шиноби лежали повсюду. Это она убила их. Кокаши возвращался с миссией порядком измотанный. Ему не посчастливилось попасть в засаду наемников, которые убили бы его, поскольку преобладали в количестве, да и физическое состояние у них было явно лучше, чем у копирующего ниндзя. Думать о том, что его просто отпустят, не приходилось за столь известного шиноби, обещают большой гонорар, да и врагов у него за 27 лет жизни накопилось немало. Но он был жив, а враги лежали смирно, а нападать больше не планировали. Кто ты? Каждый звук давался ему крайне тяжело. Девушка подняла глаза и посмотрела на него. Меня зовут Хатару, ниндзя страны огня. Сейчас тебе ничего не угрожает, я вылечу тебя, и ты вернешься домой. Сейчас не напрягайся, дай мне закончить. Спасибо, последнее, что сказал Какаши, после чего провалился в сон, а очнулся уже в госпитале Канохи. Сейчас открыть глаза у него получилось намного легче, боли не было, а запас чакры полностью восстановился. Какаши приподнялся в постель и осмотрелся. Знакомый белый стены и потолок, тумба и больничная сорочка. Как по заказу в палату вошла Сакура. Какаши сенсей. Наконец-то. Вы не изменяете своим традициям и каждую миссию завершаете именно здесь. Привет, Сакура. Сейчас память понемногу возвращалась, но он не понимал, как оказался в госпитале, как я сюда попал. Ну как это, помедлила Сакура, мне сказали, что вы вернулись, и вас направили сюда. Странно, я не помню, как возвращался в Канаху, сказал копирующий. В палату вошла Шизуне, с тон-тоном на руках. Она тоже была рада, что Какаши очнулся, но особого беспокойства явно не испытывала. Вам просто нужно было отоспаться. По прибытию в госпиталь, ваши раны уже были залечены, а в организме не было недостатка чакры, пояснила Шизуне. В памяти всплыл образ девушки, хоть ее имя он вспомнил не сразу. «Кто меня вылечил? Как я попал в Канаху?» Спросил он, рассчитывая получить больше информации о девушке, хотя сам еще не осознавал, зачем именно ему это нужно. «Кунаичи нашей деревни. Она доставила вас в деревню и оставила в госпитале. Еще она собрала все ваше оружие, оно у вас в тумбочке, не забудьте его при выписке», сказал Шизуне. «Я не видел ее в Канахе», задумчиво сказал Хатаке, «И вряд ли увидите», отрезал Шизуне. «Да, кстати, не вздумайте сбегать из больницы. Вам нужно отдохнуть еще пару дней. Да, Сенси, я слежу за вами», добавила Сакура, и они скрылись за дверью палаты. Ясное дело, Кокаши не планировал долго здесь валяться, поэтому решил, что уйдет при первой же возможности. Он вспомнил об оружии и решил проверить тумбу. Открыв ее, не вставая с кровати, нащупал сумку для снаряжения и достал ее из тумбы. Положил сумку себе на ноги, он открыл застежку и увидел, что все куна и сюрикены, которые он разбросал во время битвы, аккуратно сложены рядом с книгой и колокольчиками для испытаний. Кокаши удивился тому, что оружие, которое считается в целом расходным материалом и не забирался после битвы, показалось девушке достаточно ценным, чтобы сложить его на место. Он достал книгу и решил еще немного задержаться в палате, читая и восстановливая цепочку событий вчерашнего дня. Когда Кокаши открыл книгу, из нее выпал листок бумаги, которого до этого в ней точно не было. Он аккуратно взял его в руки и раскрыл. В записке была всего одна строчка «Береги себя, пожалуйста». Около года спустя, закончив очередную миссию Гай, Асума и Кокаши, остановившись на ночлег, Шиноби договорились дежурить по очереди. Кокаши пошел отдыхать, ожидая своей очереди. Когда Ниндзя почти уснул, послышался едва уловимый треск «Хе, Кокаши, слышал?» Шепотом спросил Асума. Хатаки ничего не ответив, давно знакомым движением достал из сумки куны и бесшумно приподнялся. Место для боя более чем подходящее, в любом случае, думал он. Это была достаточно большая поляна в лесу, и хоть Ниндзя благоразумно разбили лагерь чуть полуды от нее, укрывшись в густом лесу, сместить поле боя было несложно. Размышление оборвал скрежет металла о металл. Асума отражал нападение и находился в пылу сражения, Гай выжидал нападения со своего поста, а Кокаши, заметив одного из противников гуще леса, уже направлялся к нему. Рассмотрев наконец форму наемника темно-синяя одежда с красными поясами, Кокаши понял, что это нападение именно то, о чем предупреждала их пятая. Завязалась битва, которая была для Шиноби совсем не кстати. Все трое были в Матану и выполнением задания ввязываться в новую битву было для их не лучшим вариантом. Асума, получившая серьезное ранение, не выдержит долгого поединка. Да и сам Кокаши, используя шаринган для миссии и стратив запасы чакры, был не в лучшей своей форме. Надежда была нагая, он, как обычно, был полон энтузиазма, хоть и не так внимателен, из-за отсутствия сна. В общем ситуация не из лучших. Поток вражеских Шиноби не прекращался. Их становилось больше и больше. Кокаши концентрировал максимум внимания и старался не растягивать время. Долго он не протянет. Ударов становилось все больше, а его защита все менее успешной. Он убил двоих, но это был далеко не конец. Эта команда была очень сильна не только за счет численности. То, о чем говорила Цунаде, неуязвимость лидера. Он был способен регенерировать все полученные травмы, вне зависимости от тяжести. Его буквально невозможно убить. Именно уничтожением этой группировки занималась Канаха в последнее время. Множество Шиноби было задействовано для получения данных об этой группе. Эта шайка охотилась на сильных Шиноби. Кажется, она изучала улучшенные геномы и свойства чакры. И как не кстати, Кокаши попадал по этой категории у ниндзя. Единственным спасением для них был тот факт, что лидер группы Такура Сата не всегда участвовал в битве, поскольку, по предположениям совета, он мог заниматься изучением чакры и опытами самостоятельно. Он приходил, когда целью был очень сильный Шиноби, которого нельзя было брать лишь количеством. И как же сильно Кокаши надеялся, что именно сегодня его силу недооценит. В таком случае, даже от большого количества наемников, но все же смертных были шансы скрыться. Удар, удар, защита, печать, печать, удар, защита. Это продолжалось десятки минут, тянувшиеся часами. Команда была измотана. Но все же им удалось расправиться почти со всеми наемниками. Кокаши, Асума и Гая становились в центре поляны, прикрывая спину друг друга. Три нападающих не были проблемой, но задействовав Шаринган, Кокаши видел еще шесть в лесу. Раздался смех. Грудной, тяжелый и мерзкий в данной ситуации смех. У нас проблемы выдохнув, говорит Асума. Это он. Он пришел сюда за копирующим ниндзя. И глупо было надеяться, что при славе, имеющейся у Кокаши, Сата позволит себе отсидеться в лаборатории. По-моему, Хатаки, ты немного выдохся, тянет он, может сам сдашься. Не хотелось бы тебя сильно травмировать, это несет мне дополнительные хлопоты. Новый этап битвы? Нет, нужно уходить, это единственный вариант. Они окружные силы на исходе. Думай, Хатаки, думай. Но долго думать не пришлось Гай, не заставив себя долго ждать, вырубает одного из оставшихся наемников и направляется к недолгожданному гостю. Завязывается новый бой, все попытки отступить обрубаются на корню. Противник жестко парирует каждое движение. А ты проворный, говорит он, достает чакру поглощающую цепь и вот, Гай надежно связан, вот только невнимательный. Одно движение. Так легко. Теперь уйти нельзя. Нельзя оставить Гая. Асума, схватившись за полученную в бою рану, тяжело дышит. Он на пределе. Противник не заставляет себя долго ждать, и воспользовавшись приступом боли Шиноби, связывает его тоже. От усталости, какаши злится. Он зол на себя. Он зол на слабость, он зол на легкость, с которой лидер Шайки обездвижил его напарников. Он не может прекратить, он не должен сдаваться. Какаши нападает, а враг, с нарочитой легкостью, справляется с его атаками. Но копирующий не просто так имеет такую славу. Из последних сил он совершает атаки, на которые в нормальном состоянии вряд ли был способен. Каким-то образом он даже оставляет глубокую рану в груди соперника. Но как бы не так, слегка дымясь, она заживает на глазах. Какаши продолжает атаки, краем глаза следя за друзьями, которых оставшиеся наемники отнесли в сторону, к широкому стволу дерева. У него слишком мало времени, чтобы разгадать загадку, которую не может решить полсотни Шиноби Конохи, работающий с информацией о группе преступников. В бою сложно оценить, что именно дает лидеру преимущество. Нельзя так быстро понять, в чем секрет этой регенерации. Это не техника пятой. Неужели это особенность его тела? Не может быть так просто и так удобно. Просто родиться неуязвимым. Или это воздействие препарата? Техника. Маги, черт ее деревьев. Кокоши пропускает больше ударов. Блокировать становится тяжелее, если он вообще успевает это сделать. Его атаки не дают никакого результата. Цепь, замах, поражение. Он связан. Кокоши сидит, перевязанный цепью около дерева в стороне от Гаи и Асумы. Чакра будто застыла внутри, он не может выбраться. Так-так-так. У нас неплохой улов за сегодня. Копирующий, один из двенадцать защитников и голубый зверь Канохи. Двоих я заберу, а вот тебя, хатаки, с собой брать я перехотел. Все же мне интересен именно Шаринган, а его не обязательно извлекать на живую. Все же ты неплох, поэтому не хотелось бы поиметь от тебя лишнего гемора, если вдруг немного оклемаешься, говорит Такура, упиваясь своей победой. Обнажив клинок, он подносит лезвие к шее Кокоши. Ну что, товарища, заканчи. Он оборачивается и видит два трупа своих подчиненных. Из горла каждого торчит куны. Остальных тоже не видно, значит мертвы. Кто же у нас тут такой неравнодушный? Ха-ха-ха-ха. Выходи давай, пропустишь все зрелища. Из гуще леса напротив выходит темный силуэт. Человек в плаще медленно движется к месту, где деревья не заслоняют лунный свет. Рука из-за плаща, небольшая и тонкая, поднимается к капюшону и стягивает его с головы. Белоснежные волосы выпадают из-под ворота плаща, а светло-фиолетовые глаза ярко блестят в лунном свете. Девушка с белыми, длинными до середины бедра волосами, красивым лицом и большими необыкновенными глазами. Ничего себе у нас гость, симпатичная. Несмотря на то, что ты убила моих подчиненных, я все же спрошу. Может просто пойдешь своей, дорогой? Или тебе так сильно небезразлична судьба этих шиноби, что ты отдашь мне свою жизнь в попытке помочь им? Девушка молча, холодно смотрит ему в глаза. Нет ни одной эмоции на ее лице. Она просто сверлит его глазами и не движется ни в атаку, ни в отступление. Молчишь. Может просто посмотреть пришла? Ха-ха-ха-ха. Но в таком случае он обходит какаши, становится сбоку от него, поднимает клинок и демонстративно медленно приближает его к горлу копирующего. Удар. Куной выбивает клинок из рук врага, а другой куной отбрасывает его к центру поляны. Все же решила побаловаться. Не хочешь смерти копирующего? Какая ты эмпатичная. Ну давай-ка без шуток. Он делает шаг, другой, третий к центру поляны за клинком. Девушка не движется. Он оценивает ее, но все же, не находя в ней никакой угрозы для себя, тянет руку к оружию. Началось. Она срывается с места и молниеносно перемещается к клинку, хватается за рукоять, делает полный оборот и нанося удар на гость низу, отправляет лидер в гущу леса. Удара такой силы с такой скоростью он не ожидал, поэтому никак не блокируя его улетает в чащу. Но долго ждать не приходится. Девушка успевает схватить его оружие и отбросить в верхнюю часть ствола дерева, к которому повернута спиной, и встав в стойку видит атакующего врага. Бой в технике тайджуцу. Никто из них не использует оружие, несмотря на разницу в росте и очевидно крупном телосложении противника, девушка парирует его удары, успешно атакуя. Это она, думает, что как аши. Он широко открыв глаза наблюдает за ней. Это точно была она. Прошлый раз ему на помощь пришла именно она эта Хатару. Он не может поверить, что проведя год в постоянных воспоминаниях о этой девушке, он снова видит ее в тех же обстоятельствах. Она снова помогает ему. Тем временем Хатару снова вкладывает чакру в удар и противник летит уже по знакомой ему траектории. Но не появляется сразу. Вместо этого, из части леса напротив как аши летит множество кунаев. Хатару реагирует быстро, снова переместившись, отбивает своим кунаем все кроме одного, он попал ей в бедро. Она продолжает отбивать их одной рукой, прикрывая кукаши, а другой, складывает печать и формирует весь фуина в качестве щита. Над кукаши появляется купол светло-зеленого цвета. Среди обычных кунаев, в числе последних летели кунаи со взрывными печатями. Кунаичи перехватывает их и сразу отправляет обратно в лес. Она успела, взрывы прогремели в глубине леса, а в завершении туда летят и собственные кунаи-девушки также со взрывными печатями. Гремят взрывы, а после наступает тишина. Кунаичи вытаскивают куны из своей ноги и держа его одной рукой для защиты, другой формирует такой же защитный купол для Асумы и Гая. Такура опять нападает. Кунаичи внимательно следит за ним и отражает все атаки. За счет своего небольшого роста и комплекции она легко наносит удары и уворачивается. Противник кажется слегка неуклюжим и становится ясно, что его внушительное телосложение не идет ему на пользу в бою с этой девушкой. Команда следит за ходом боя, но даже несмотря на то, что помощь пришла весьма своевременно, нет полной уверенности в хорошем исходе битвы. Бой не может продолжаться вечно, несмотря на то, что девушка явно ведет, регенерация противника никуда не исчезла и не ясно, в каком случае она сможет одержать победу. Какаши внимательно следит за действиями врага, пытаясь заметить хоть что-то, что даст возможность помочь девушке. Он замечает, что при каждой возможности противник складывает печати, которые не являются техниками для атаки, но больше нет ничего. Может быть так он лечит повреждения. Но ведь в момент лечения он не складывает печать, тело лечит себя само. Что же это может означать? От усталости мысли идут кругом в голове, и рассмотреть хоть одну детально не получается. Какаши концентрирует внимание и следит за каждой мелочью, но с каждой секундой внимание рассеивается. Это девушка. Она снова здесь. Эти мысли снова и снова мелькают в голове. Причувствие возвращается. Неужели он рад, что именно она снова пришла ему на помощь? Прошлая встреча поразила его. Хатару сказала лишь свое имя и не объяснила мотивацию к спасению. Также она очень сильна, но что-то подсказывает ему, что это далеко не вся сила, которой обладает эта девушка. Обычно Какаши не обращает внимания на людей и не думает что о незнакомцах так часто, но она явно была не просто незнакомкой для него. Хатару лавировала по поляне не давая даже шанса противнику, чтобы задать ее. Но порозовевшие щеки выдавали ее усталость. Бой продолжался уже достаточно долго. Ну что? Не передумала? Может свалишь уже по-хорошему? Такое милое личико не хотелось бы повредить. Тебе стоило убраться отсюда, пока я был достаточно милосерден. Не дай мне разозлиться на тебя, повторяет соперник заживляя очередное ранение от Куная. Но девушка не думает что отступать. Она снова перемещается к нему, наносит серию ударов и снова отступает. Некоторые ее удары становятся более унизительными. Удар ногой, от которого противник зарывается лицом в землю. Подсечка. Она то усиливает удар очек рой, то снова просто уходит от его атак. Такой устрашающий лидер комично летит туда, куда пожелает она. Это не остается незамеченным и соперник явно начинает и отступает, двигаясь в сторону кукаши. Несколько сокрушительных ударов приходится на защитный купол и враг вновь в схватке с Хатару. Купол выдержал, но становится ясно, что защита не безгранична. Хатару невозмутимая и холодная, хмурят брови и дерется активнее. А он повторяет эти действия, нанося удары по куполу, снова и снова, пока тот не становится полупрозрачным. Куполу осталось недолго. Теперь Сата задает темп боя. Он заманивает Хатару и не дает ей отступать и нападать так внезапно, как она делала до этого. Теперь девушка вынуждена следовать за ним и пытаться не позволить ему дойти до купола. Она не может сложить печати для новой защиты. Для этого нужно время, да и сама защита образуется немгновенно. У нее нет достаточно времени. Она явно измотана. Судорожно откидывая волосы с олба, она пытается проводить атаки так же эффективно, но этого становится мало. Одно движение, один неверный шаг и она теряет равновесие. Враг, не упуская возможности, снова наносит удары по куполу и тот растворяется. Такура тянет руку к какаши. Девушка забыв об осторожности бросается к нему. Это было фатальной ошибкой. Такура не собирался хватать какаши, порядком разозленный, он просто приманил девушку ближе и вот, судорожно дня-то за горло над землей. Нет. Срывается на крик какаши. Нет. Ты схватил меня, отпусти ее, она не нужна тебе. Ааа, у нас тут намечается самопожертвование. Ха-ха-ха-ха. Очень занятно, познаешь, какаши, она меня порядком разозлила. Не тронь ее. Какаши пересекается взглядом с девушкой, она выглядит изумленной, прошу. Вот это да, сам копирующий просит. Вот так новости. Ну раз тебе так хочется ей помочь, не волнуйся. Я сделаю это быстро. Противник мгновенно достает куну и наносит глубокий порез по животу девушки. Куски отрезанного плаща летят на землю, а весь мир замирает. Какаши смотрит на кровавую рану на животе Хатару. Нет. Только не снова. Она не была ему близка, но смерть даже такого, совсем мало знакомого насоратника, заставляет его сердце сжаться от боли. Она защищала его снова, но на этот раз она лишилась жизни из-за него. Какаши стеклянным взглядом смотрит ей в глаза и видит пару слезинок из светло-фиолетовых глаз и легкую, полную нежность и улыбку. Враг трясет ее обмякшее тело в руке и упивается своими сегодняшними достижениями. Время будто не идет дальше. Тишина, и только редкие листья, шурша, опадают на землю. Какаши, да и не только он, вся команда в общем, понимает, что надежда, которая была у них с появлением этой кунаичи, тает на глазах. В гуще леса слышится треск. Какаши от шока сразу и не разбирает, что за треск он слышит. Но он приближается. Такой знакомый. Мысли вертятся в голове не останавливаясь и только когда треск раздается достаточно близко, Какаши понимает. Это и не треск вовсе. Это ведь его техника. Это не треск, а щебет тысячи птиц. Из-за спины Кукаши молниеносно выбегает Хатару. Живая и здоровая, хотя ее труп все еще находится в руках лидера. Он оборачивается, не слишком быстро и этого хватает для нанесения удара. Девушка пробивает дыру в боку врага и по инерции летит дальше, ударяясь об землю. Она пролетает несколько метров и, с неким усилием, поднимается на ноги, становясь спиной к врагу. Труп в руке соперника медленно тает и, вскоре, растворяется полностью. Что же это такое? Это не был клон. Кукаши смог бы отличить эту технику, да и клон не стал бы истекать кровью, а просто развеялся. Враг не движется, а дыра в боку не заживает. Что? Как она это сделала? Почему он не восстанавливается? Девушка оборачивается, держа черную сферу в руке остатками чакры от чадари она раскалывает ее в кулаке. Как ты додумалась до этого? Спрашивает лидер. Он явно задачен таким поворотом событий. И откуда ты знаешь эту технику? В ответ он снова получает лишь молчание и холодный взгляд. Девушка сбрасывает остатки сферы с ладони, доставая куны из сумки, становится в стойку для атаки. Ты должна понимать, что это еще не все. Пусть ты уничтожила мою способность к регенерации, у меня все еще бьется сердце, а друсь я и без модификации неплохо, произносит он и встает в стойку. Особого приглашения не нужно и девушка снова перемещается к нему. Кажется, теперь они на равных. Одна жизнь и одна возможность победить. Хатару сражается агрессивнее. Ее удары стали смелее, и если раньше она будто играла с ним, теперь Кунаичи была настроена серьезно. А вот со стороны врага такой смелости не видно. Будто потеря регенерации связала ему руки, и теперь он не позволяет себе необдуманных действий. Такура все чаще отступает, а его движения становятся рассеянными. Хатару наступает и повторяет свой удар ногой сверху, зарывая его лицом в землю, Кунаичи делает кувырок назад и отскакивает на несколько шагов назад. «Хитрая ты сука», говорит он, выплевывая песок и смотря на нее горящими от гнева глазами. «Я однозначно не против грязных словечек в постели, но боюсь ты не в моем вкусе», первая фраза сказанная ею в пылу сражения. Она не отвечала ни на один вопрос и не издала ни звука во время боя, но вот возможности пошутить она не упустила. Это не могло не взбесить противника. «Ах только этого и ждала и так же ринулась вперед. Они скрылись в облаке пыли. Кто она такая? Из какой она деревня?» Не верив в происходящее спросил Асума. Какаши скорее всего уже виделся с ней, он удивился, когда увидел ее лицо, а еще так переживал за нее. «Я впервые такое вижу», Гай был не меньше удивлен. Два ниндзя опять отскочили друг от друга. Хатару выжидала подходящий момент для нападения, а вот противник был вымотан. Темные волосы прилипали к потному лбу, а рана на боку кровила. Взгляд становился мутным, но он отчаянно фокусировал его на девушке. «Ты, сука, пожалеешь, что связалась со мной», задыхаясь, говорил он. «Давно пора, но все никак, сделать слегка сочувственное лицо», сказала Хатару, «Пора заканчивать, у меня еще куча дел». Лидер Апеша. Такой наглости и безразличия он в свой адрес еще не слышал. Но, не успев и шага сделать, был вынужден принимать серию ударов от Кунаичи. Такура и так растерял концентрацию, после потери регенерации. Все же без этой силы он чувствовал себя непривычно уязвимым. А Кунаичи намеренно распалила его гнев, заставляя терять самообладание и бросаться на нее без раздумий и анализа ситуации. Она снова переместилась к нему, и начала осыпать его ударами с разных сторон. Она вертелась вокруг него как юла, и врагу приходилось хорошенько напрягаться, чтобы уследить за ней. Затяжной бой без регенерации и сделай в боку он переносил плохо. Хатару быстро двигалась вокруг противника и найдя подходящий момент, переместилась из-за его спины и, воспользовавшись тем, что Такура еще не успел повернуться к ней лицом, сложила печати. В ее руке загорали синие молнии, а щебет тысячи птиц разнесся по ночному лесу. Мгновение, ставшее для Такура смертельным. Его грудь пронзила рука щедари, вырвав сердце и выйдя наружу через спину. Такура захрипел, а его ноги обмякли. Он медленно опустился на колени, а Хатару достал руку из его тела обратно. Бросив сердце на землю, она сложила печать и запечатала его в свиток. Тело Такура упало на землю и кровь из его рана украсила траву в алый цвет. Хатару запечатало его тело так же как и сердце, а после сняла окровавленные бинты с руки и бросила их на землю. Повисла тишина. Команда испытывала смесь шока, восторга и облегчения. Но никто не мог вымолвить и слова. Парни просто с полу открытыми мертами следили за действиями девушки. Следили, как она подняла руку и сняла купол с Гаи и Асумы, как поднесла руку ко рту и, используя большие указательные пальцы, засвистела. Это действие казалось им странным, пока из леса не вышла стая волков. Темно-серые, черные, черные с подпалинами и даже белые огромные волки шли из чащей леса на бывшее поле боя. Двое здесь, шестерых в лесу вы уже нашли. Черный волк с горящими желтыми глазами вышел вперед и кивнул, после чего обернулся к стае и указал мордой на двух наемников, лежавших около Гаи и Асумы. Уберите тело, та. Ра, убери цепь с парней, сказав это, она развернулась и пошла к хатаке, присела перед ним на колени. Прости, я немного опоздала, сказала она, слаживая печать. Хатару поднесла руку к цепи, и та рухнула на землю, освободив Какаши. Какаши удивленно смотрел на нее. Она извиняется. Почему? Она только что спасла им всем жизнь. Ты снова спасла меня, спасибо, опустив взгляд, сказал он. Руки Хатару покрылись медицинской чекрой, и она начала сканировать тело хатаки. У тебя серьезные раны, нужно все обработать и заняться лечением. По-моему ты ранил больше всех, а вы как? Спросила она у Гайи и Асумы. У меня проблемы с ногой, но они мешают в бою, сейчас же я могу подождать, лучше займись Какаши, ответил Асума. У меня просто истощение и мелкие ссадины, отозвался Гай. Меня зовут Хатару, я не ндзя листа, только живу за пределами деревни. Какаши сможет дойти до моего дома, он миссией. Команда уже знала задание, которое будет длиться несколько месяцев, и которое предполагало их жизнь вне деревни, но понимание того, что их новая напарница сама нашла их, пришло не сразу. Как нам с тобой повезло, неловко смеясь, сказал Асума. У тебя будет еще полгода для радости, а пока нужно помочь Какаши дойти до дома. Хай! Крикнули Гай и Асума, сами от себя не ожидая такой исполнительности. Они помогли Какаши подняться и двинулись за Хатару. Идти было и правда не очень далеко. Команда прошла около двух километров, когда Хатару остановилась на необычно большой поляне посреди того же леса, по которому Шинаби возвращались в свою деревню. Парни знали эту местность. Они, прикинув, поняли, что это место находится в часах пяти ходьбы от главных ворот Канохи и в получасе от небольшой деревушки, которая была ближайшим населенным пунктом от родной деревни. Еще долго? Нетерпеливо спросил Гай, которому порядком надоело тащить на себе своего вечного соперника, слабевшего с каждым шагом. Пришли, сказала Хатару и сложила печати. Воздух на поляне пошел волнами, как плывет горизонт в летний зной, а позже из этого миража появились очертания дома. Небольшой домик с террасой в традиционном стиле становился все чучее-чучее, и вот предстал перед Шиноби во всем своем очаровании. Под окнами дома росли цветы, а по стенам и деревянным колоннам веранды расползались лианы. Дом, хоть и не был новым, выглядел ухоженным и милым, из-за сочетания традиционного стиля с растущими по периметру цветами. остановилась в метрах двадцати от входа и снова сложила печати. Теперь вы можете пройти через защитный барьер. Позже я покажу вам печати, чтобы ваши призывные животные тоже могли войти. Ниндзя поняли, что скорее всего, живя одна, девушка сделала все возможное, чтобы обезопасить себя от незванных гостей. Они прошли внутрь. Какаши уже просто висел на сокомандниках, ослабший и сильно раненый. Изнутри дом выглядел так, небольшая прихожая, переходящая в развилку. Направо гостиная, совмещенная с кухней. Прямо дверь в комнату, налево по коридору еще одна, а напротив нее ванная комната и туалет. Хатару открыла ближайшая дверь спальни, в которой стояла одноместная, но достаточно просторная кровать. Кладите его на кровать, пусть спит здесь, другая спальня будет для вас, там есть два напарника на кровать, а сами отступили. Можете осмотреть дом, а я пока. Она не успела договорить. Кокаши протяжно застонал от боли и схватился за рану на груди. Что такое? Кокаши, что случилось? Разволновался Гай. Но Кокаши не ответил. Потеряв сознание, он просто стонал, судорожно хватаясь то за постельное белье, то за свой жилет. Хатару подошла к кровати, села на колени около нее и поднесла руку с медицинской чакрой колбу Кокаши. Шиноби ненадолго затих, но вскоре продолжил метаться в постели, находясь в бреду. Похоже, на действие яда, сказала девушка. Хатару расстегнула его жилет и подняла водолазку, обнажив неглубокую рану, оружие было отравлено. Кунаича откинула ткань плаща в сторону и взглянула на свою ногу. Ранение от Куная, которое она получила, занимаясь возведением купола для Кокаши, не показалось ей серьезной. Такого рода повреждения она могла залечить за считанные минуты. Девушка поднесла к ранней руку и, просканировав чакрой, сказала «Меня тоже ранили отравленным Кунаем, но я невосприимчива к таким ядам. И раз он не подействовал на меня, значит не является смертельным. Принесите боду и полотенце из кухни. Нужно обработать рану как можно быстрее, чтобы уменьшить вероятность долговременной лихорадки». «Да», сказал Асума и пошел за, уже умчавшимся, Гаем. Процесс обработки раны дался всем участникам команды тяжело, Кокаши метался в бреду и не давал толком промыть рану. Гай и Асума, уставшие от трехдневной миссии изнурительного боя, еле справлялись с ним, вымывала ее полотенцем и сканировала медицинской чакрой, после чего повторяла эти действия снова и снова, вымывая все до последнего. Понятно, что часть яда уже распространилась по организму, но это было не так серьезно. Нужно было хорошо промыть рану и не дать веществу дальше всасываться в кровь. Остальное решит легкое противоядие. Гай, Асума. Еще воды, еще полотеница сходите в кладовую за домом, там найдите коробку с колбами, она в верхнем левом ящике. Ты не удержишь его одна. Гай, иди сам. Сказал Асума. Я справлюсь, быстрее. Крикнула Кунаичи, и парни разом отпустили несчастного больного, а сами рванули в разные стороны. Нужно было напоить какаши противоядием, и им же обработать рану. Хатару прижала ладонь к колбу бушевавшего хатаки и уложила его голову на подушку. Развив частицы чакры другой рукой по комнате, она задействовала свою технику, создав спокойную музыку. Ее мысли сразу перенесли ее в детство, когда мать во время болезни пела ей, чтобы отвлечь от боли. Вряд ли такое получилось бы со взрослым мужчиной, но она была вымотана долгим боем, поэтому это единственное, что пришло ей в голову. Харату запела. Какого было удивления Асумы, когда, войдя в комнату, он увидел смирно запевшего хатаки, который полностью успокоился под мелодичное пение девушки, поглаживающий его по голове, будто хваля за то, что тот спокойно переносит лечение. Асума замер лишь на мгновение, ведь в него чуть не врезался Гай, прилетевший как метеор из кладовой, а теперь стоявший в неменьшем шоке, чем его друг. Хатару посмотрела на них, продолжая петь, после чего отняла руку от волос копирующего, протянув ее за полотенцем. Но как оказалось, находящийся в бессознательном состоянии кокаши, не собирался мириться с отсутствием нежных поглаживаний по голове, поэтому сразу после потери живительной ласки, заметался и застонал. Хатару вернула руку на место и хатаки мигом затих. Гай и Асума даже рты подкрывали. Подобные выходки они могли ждать от кого угодно, но точно уж не от вечно отчужденного и холодного кокаши. Но похоже, что именно такие люди больше всего нуждаются в нежности и заботе. Требовательный недовольный их нерасторопностью взгляд светло-фиолетовых глаз вернул их в реальность, и парни все же поднесли Хатару то, что ей нужно было для лечения. Под ее чутким руководством они напоили кокаши противоядием, еще раз промыли, обработали содержимым колпас кладовой и забинтовали все раны копирующего. Таким же образом, Асума обработала свою рану в ноге Акунаичи, свободной рукой, залечила раны в своем бедре. Хатару до конца процедуры так и не смогла оторваться от Хатаки, потому что он отчаянно не соглашался с отсутствием музыки, пения и поглаживаний. В такт музыки она пропела «Перекуси и тнодените в кухне и ложитесь отдыхать». Парни рассмеялись, увидев безнадежность ее положения, поблагодарили и двинулись расхищать запасы гостеприимной напарницы. Кокаши проснулся от весеннего солнца, пробивающегося сквозь легкие занавески. Хатаки открыл глаза и немного огляделся белый потолок и светлые стены, которые он сначала принял за радушно принимавшую его после каждой миссии больничную палату. Он хотел было приподняться, вот только в левой руке и на груди что-то лежало маленькое и теплое. Он слегка повернул и приподнял голову. Его взору предстала удивительная картина. Она сразу вернула ему все воспоминания прошедшего дня. Вот только от воспоминаний картина не стала менее удивительной. В его руке лежала небольшая женская ручка, вторая рука лежала у него на груди, а владелица этих самых ручек, положив голову на кровать, спала, сидя на полу. Белоснежные волосы разлетелись по простыне, а на лице выражение спокойствия и легкий румянец. Ее рука лежала в его ладони, слегка переплетя их пальцы. От этого зрелища к лицу прилила краска, а в груди вдруг появилась нежность вперемешку со смущением. Кокаши, неожиданно для себя самого, не сильно сжал руку девушки, чувствуя ее бархатную кожу и тепло, которое от нее исходило. Хатару рвано вздохнула и слегка улыбнулась во сне. От этого Кокаши опомнился и разжал руку. Тогда девушка немного поморщила носик и приоткрыла глаза. Сонно посмотрев по сторонам, она поднялась, встретившись с Хатаке взглядом. Кокаши смутился еще сильнее, а девушка хотела было что-то сказать, но не смогла просто шумно вдохнула и продолжила смотреть в разноцветные глаза копирующего ниндзя. Сейчас Кокаши мог хорошо рассмотреть ее необычные глаза. Нежно-фиолетового цвета с розовыми вкраплениями около зрачка. Казалось, что прошла вечность в этом неловком молчании, но молодые люди не могли оторвать взгляды друг от друга. Но это не могло длиться вечно, и Гай-Спаситель как всегда пришел на помощь, уронив что-то на кухне, а после суматошно бегая «Доброе утро, не вставай, тебе нужно еще пару дней отлежаться, я принесу тебе завтрак», проговорила Хатару, с заметным усилием отрывая взгляд от Хатаки. «Доброе утро, да, да, спасибо большое», промямлил в ответ Кокаши. «Может, ты хочешь чего-то определенного?» спросила она, поднимаясь с пола. «Нет, спасибо, неси что угодно». Хатару кивнула и скрылась за дверью. Кокаши не успел выдохнуть, как в приеме снова показалась ее светлая макушка. «Ты не против музыки?» «Что?» «Нет, вовсе нет», не совсем поняв смысл вопроса, ответил он. Хатару ушла на кухню, откуда послышались извинения Гая по поводу устроенного беспорядка. Заиграла веселая музыка. Асума, пританцовывая в такт, вышел из своей комнаты и заглянул к Кокаши. «Ну что, негодяй, как себя чувствуешь?» Ехина сказал Асума. «Нормально. Так погоди, что?» «Негодяй!» Кокаши вскинул брови от удивления. «Ну, а как же? Из-за тебя Хатару была вынуждена спать прямо на полу. А как ты вырывался, когда тебя не гладили по твоей вредной головушке?» «Ей пришлось петь тебе полночь!» Смеялся Асума. Кокаши не верил своим ушам. «Вот почему она спала на полу. Он действительно все это сделал?» «Я, я ничего не помню», мямлил Хатаке заливаясь краской. «Да ладно, тебя здорово потрепали, так что повезло, что Хатару оказалась такой доброй», успокаивал Асума. «И кстати, вы знакомы?» «Я знаю, что знакомы, я сразу это заметил, но откуда?» «Хатару это...» «Ну...» «Это...» неловко начал Кокаши, но увидев подозрительный взгляд Асумы, все же ответил «Кунаичи, которая тогда помогла мне, помнишь?» «Около года назад, она помогла мне в бои и вылечила». Глаза Асумы округлились, а потом загорелись так, что Кокаши увидел, что Асума понял слишком много о его знакомстве с Хатару. Асума замечал, что после того дня, друг был сам не свой, и после долгих расспросов, Джанин выдал все же, что это связано с девушкой, которая спасла его. Он не объяснил, что именно его волнует, но это откровение все равно крепко засело в голове у Сарутаби. «Как же нам повезло, что мы познакомились поближе, так еще и работать, и жить с ней будем, правда, Кокаши». Будто пропел Асума, наблюдая за изменением выражения лица Хатаки, и за его предательски краснеющими ушами. Выражение лица копирующего все-таки сменилось на довольно грозное, поэтому Асума, решив, что на сегодня издевательств хватит, пожелал ему доброго утра и ретировался от греха подальше на кухню. Кокаши попытался успокоиться. Он и правда подозрительно много раз возвращался к мыслям о своей спасительнице, и ему почти всегда удавалось найти ему логическое объяснение. Мысль о том, почему она помогла ему, больше не возвращалась, ведь она тоже шина Беконохи. Но какое-то предчувствие заставляло его возвращаться к мыслям о ней снова и снова. Почему она сразу скрылась? Также он помнил фразу, которую Хатару сказала, когда думала, что он находился без сознания. Я сделаю все, чтобы защитить тебя откуда она знала его. А сейчас, видя ее так близко, рой мыслей в голове превратился в настоящий табун. Хатаки не понимал, почему так сильно засмущался, увидев ее утром, и почему он вдруг захотел сжать ее руку. Хатару заглянула в комнату, держа в руках поднос с едой. Гай сказал, что ты любишь мисо-суп с баклажанами, я принесла тебе его. Сейчас, она поставила поднос на подоконник, я помогу тебе сесть поудобнее. Она подошла к нему, наклонилась и, не решаясь дотронуться, замерла. Несколько секунд промедления, но все же, сумев совладать со смущением, девушка приобняла его и помогла сесть повыше. Этот жест помощи заставил молодых людей вновь краснеть, но, неторопливо отстранившись и кашлянув, Хатару сказала, так-то лучше, вот, держи, Кунаича поставила поднос с любимым блюдом ему на ноги, надеюсь тебе понравится, если что-то нужно зови, я закрою дверь, чтобы ты мог снять маску, сказала она и направилась к выходу. Спасибо за все, сказала Какаши прежде, чем она дошла до двери, я так обязан тебе, что не знаю, как расплачиваться, усмехнулся он. Не говори ерунды, сказала Хатару и обернулась, я сделаю все, чтобы защитить тебя. Она снова это сказала. Почему ей так важна его жизнь? Почему? Почему ты говоришь это мне? Какаши все же задал вопрос, который интересовал его весь этот год. Я расскажу тебе, но как-нибудь позже, девушка легко улыбнулась и вышла из комнаты. Через двое суток Какаши, невзирая на протесты напарницы-медика, встала на ноги и вернулся к привычному образу жизни, введя утренние тренировки в свой распорядок дня. Хоть останавливать привычные побеги от постельного режима не входило в планы девушки, она все же одаривала Хатаке неодобрительным взглядом каждый раз, когда тот покидал дом. Но, как медик, она все же смогла уговорить его заниматься недалеко от дома, чтобы контролировать его восстановление. Спустя неделю, Хатаке был готов взять на себя часть обязанностей по выполнению задания, для которого они были поставлены в одну команду с Хатару Митсури. Всю прошлую неделю задания выполняли Гай и Асума, поэтому теперь приходилось работать чаще, чем предполагалось, чтобы сравнять нагрузку. Состав команды на выполнение каждого задания решили оставить таков же. Гай и Асума хорошо работали вместе, поэтому Какаши и Хатару стали второй парой, занимавшейся скрытой охраной. Дело в том, что в деревне, находившейся поблизости, за эти полгода должно было побывать много высокопоставленных людей, которые должны были останавливаться там для отдыха. Так как в деревне были заведения с горячими источниками, гости из других деревень или даже стран могли задержаться там и для внепланового отпуска. Поэтому, для обеспечения их безопасности, кроме личной охраны, было выделено также четверо сильных джанинов, которые должны были незаметно сопровождать гостей по деревне и предотвращать возможные покушения. Чтобы работа в команде была эффективнее, Хатару и Какаши тренировались вместе. И, если быть честным, Какаши был поражен навыками своей новой напарницы. Кроме того факта, что девушка являлась неплохим медиком, она также умела создавать различные барьеры, используясь Фуина. К этому добавился приличный арсенал Ниндюцу, включая Райки Ри, а также прекрасное владение Тайджуцу. Светлофиолетовые глаза были Кикегенкаем, имевшим свои уникальные особенности. Клан Митсури не был широко известен, а информация о нем, скорее всего, была засекречена из-за владений таким сильным геномом. По словам Хатару, клана больше не существовало. Хатаки, который, в целом, был проинформирован о большинстве кланов и их особенностях, не встречал упоминаний о клане Митсури, поэтому был крайне заинтересован в изучении способностей этих глаз. Особенность этого Кикегенка и способность создавать иллюзии такого качества, что даже Шарингон не был способен этого заметить. Иллюзия обладала всеми качествами, необходимыми ее создателю. Цвет, запах, звук, тактильные ощущения, плотность все это было неотличимо от реальности. Для начала, Хатару распространяла крохотные частицы чакры с помощью рук. Пара взмахов было достаточно, чтобы покрыть приличную территорию. После чего, девушка составляла визуальные образы. Кикегенка значит. Спросил Какаши перед выходом на вечернюю тренировку, ты создала иллюзию тогда, чтобы заставить Такура думать, что он схватил тебя? Да, я могу заменить себя на иллюзию или изменить свой облик. Могу вовсе исчезнуть, но зависит от ситуации. В тот день я создала твою иллюзию и заменила себя ею, а сама скрылась. Я не смог увидеть твою иллюзию даже Шаринганом. В условии боя твоя способность становится смертоносным оружием, задумчиво проговорил Хатаки, развивая мысль о том, как можно использовать эти способности. Это точно, но заменить себя иллюзией не самое страшное, что я могу сделать. Это в основном работает на отвлечении или для шпионажа. Зная особенности жизни человека, его страхи, я смогу создать кошмар наяву. Эти глаза способны свести с ума. Но это в идеале, а на мелких наемников действуют и простые запугивания, вроде диких животных, оружия и моря крови, пояснила Хатару. Кстати о них, волки это твои призывные животные. Вспомнив в стаю, уничтожившую останки наемников после боя, уточнил Кокаши. Да, они призывные. Каждого из них я могу вызывать отдельно, но могу призвать и всю стаю. Удобство в том, что они живут и охотятся в этом же лесу, поэтому способны прийти на помощь, если будут неподалеку, но без спроса в бой не полезут. Говоря о волках, Хатару слегка улыбнулась. Как ты заполучила этот призыв? Кокаши получил своих псов ниндзя в подарок от отца, поэтому его интересовало, как девушка смогла завести дружбу с волками. Эта стая имеет долгую историю. Самый старый из волков был воспитанником моего отца, а многих других я застала в детстве. Но на данный момент каждый из стая, кроме одного вращен мной, сказал Хатару, самый старый не участвует в боях, а просто спокойно доживает отведенные ему дни. Они дошли до поляны, которая теперь использовалась ими для тренировок. Покажи что-нибудь из иллюзий. Создаю что угодно, сказал Кокаши, я хочу еще раз посмотреть на это с помощью шарингана. Хммм, что угодно говоришь, Хатару задумалась, а после несколько раз взмахнула руками, распыляя чакру, ну, начнем с приятного. В одно мгновение, на темном, вечернем небе загорели звезды, а лунный свет осветил полянку, покрытую сотнями различных цветов. Кокаши, на несколько секунд замершит красоты, созданный девушкой, все же поднял протектор и рассмотрел иллюзию шаринганом. У Хатару в руках появился букет хризантем, который она протянула копирующему. Потрогай лепестки и ощути их запах, сказала она, внимательно осматривая свою работу. Шаринган не видел иллюзию, все выглядело реальным. Вот несколько нераскрывшихся бутонов, а вот цветок с обломанным стеблем, поврежденный якобы при составлении букета. Цветы, будто собранные пару минут назад, источали характерный, терпкий, горьковатый запах. Лепестки нежные и хрупкие. Какаши не сразу решился оторвать несколько штучек. Но, все же сорвав и растерев их между указательным и большим пальцами, он повредил их, а получившаяся кашица тут же пропитала кожу запахом. Какаши поднял глаза на девушку. Лунный свет подчеркивал ее черты лица, а волосы делал еще белее. Светлые глаза блестели, отражая свет и приковывая к себе внимание. Легкая улыбка покоилась на ее нежно-розовых губах. Одной рукой она держала букет, протягивая его какаши, а второй разбирала непослушные стебли. Это невероятно, проговорил какаши, не отрывая взгляда от девушки. Хатару прекратила поправлять букет и остановила взгляд на глазах напарника. Спасибо, ответила она, не отрывая взгляда, я счастлива, когда могу использовать иллюзии не только для убийства. Я могу создать такую красоту, а также часто использую свою способность в быту, включи музыку по утрам, например. Она снова улыбнулась. Хочешь создам что-нибудь, что нравится тебе? Спросила девушка. Какаши улыбнулся глазами. Я даже не знаю, что придумать, сказал он, от смущения заведя руку за голову и перебирая волосы на затылке. Хмм, хитрая улыбка заиграла на губах Кунаичи, а ее глаза слегка сощурились. Букет исчез. У Хатару в руках появилась книга с оранжевой обложкой, которую Какаши сразу же узнал. Ха-ха-ха, это все, что ты придумала? Но ты ведь не знаешь текст, она пустая внутри. Издевательски посмеиваясь, сказал копирующий. Он взял в руки книгу. Обложка была также изношена постоянным чтением. Открыв иллюзорную чечи и не увидев пустых листов, Какаши слегка расширил глаза от удивления. Чем больше он пролистывал книгу, тем шире становились его глаза. Какаши читал книгу и постоянно и знал ее наизусть. Страницы 234, 167, 34, 56 все страницы совпадали. Это была точная копия не только из-за обложки, но и по содержанию. Как? Он ошарашенно смотрел на девушку. Теперь издевательски посмеивалась она. Думаешь, ты один любишь такие книги? Улыбаясь, говорила Кунаичи, у меня есть своя коллекция, скрытая от посторонних глаз, но это моя любимая. Но, раз ты сомневаешься в моей проницательности, держи. Она указала пальцем в сторону, откуда прямо на кукаши бежал табун разномастных щенков. Что? Откуда ты, не успев ответить, копирующий ниндзя был повержен пушистой мельюзгой, активно пытающийся залезать его до смерти? Ну что, господин копирующий ниндзя, может быть желаете еще чего-нибудь? Сайра? Мисосуб с баклажанами? Полуголые наложницы? Нет, нет, нет. Ками. Пощаде меня, отбиваясь от толпы пушистых комочков, умолял кукаши. Хатару отозвала своих крохотных союзников, и они один за одним исчезли. Девушка протянула руку напарнику, помогая подняться. Ладно, ладно, ты победила, улыбнулся кукаши. Спарринг на сегодня было решено отложить, и, присев на траву по деревам, напарники для начала решили изучать навыки друг друга в теории. Райкири, как ты научилась этой технике? Спросил кукаши. Использование этой техники в бою удивило его, ведь до встречи с Хатару он еще ни разу не видел Шиноби, способных воссоздать эту технику молнии основной моя стихия. И, не буду отрицать, что увидев эту технику, я решила бессовестно подрезать ее у тебя. Ты видела, как я использовал ее? Удивился кукаши. Да, как ты уже знаешь, мой дом находится на пути к Анохе. Я часто наблюдала, как Шиноби возвращаются с Мисси домой. А однажды я увидела подростка в снаряжении Анбу, использовавшего эту технику. Кто же это мог быть? Девушка со стройлами задумчивой с Конахского округа. Значит, наша встреча произошла задолго до того, как ты спасла меня в первый раз? Кукаши снова улыбнулся глазами. Именно так девушка улыбнулась ему в ответ. Могу я узнать, почему ты хочешь помогать мне? Кукаши наконец решился задать вопрос, к обсуждению которого они не возвращались с того утра. Улыбка на лице Хатару исчезла. Она слегка сжала губы и занервничала. Желание узнать, что же именно скрывает Кунаичи, разгоралось все сильнее. Кукаши не мог объяснить толком, зачем именно ему эта информация. Он чувствовал, что знакомство с этой девушкой не просто сотрудничество на благо деревни. Сотни догадок вертелись у него в голове, но выбрать хоть одну, наиболее подходящую, он пока не мог. Кукаши не хотел давить на Хатару расспросами. Он вообще не был человеком, которого можно было заинтересовать хоть чем-то кроме работы. Но в этот раз все было иначе. Дай мне немного времени. Эта тема серьезнее, чем ты можешь представить, поэтому для начала я хочу собрать все мысли воедино. Также я не знаю, как ты отреагируешь на это, поэтому хочу узнать тебя немного получше. Она слегка улыбнулась, но светло-фиолетовые глаза остались серьезными. Они вернулись к обсуждению того арсенала ниндюцу, которыми обладали волк из молнии. Глаза девушки загорелись от восхищения, что, в целом не было удивительно, учитывая основную стихию девушки, а также тот факт, что ее призывом была целая стая выше упомянутых животных, но все же такой живой интерес от нее Кукаши увидел впервые, поэтому опять смутился. Ха-ха, ну да, используется много чакры, но техника крайне эффективна, сказал он, неловко почесывая затылок, работает как обычный рокерий, но дистанционно, а молния принимает форму волка. Покажи, пожалуйста. Девушка даже подпрыгнула на месте от нетерпения. Кукаши встала на ноги и вышел в центр поляны. Можешь создать какую-нибудь цель? Спросил он, повернувшись в ее сторону. Хай! Девушка, воодушевленная словно ребенок, поднесла руку к виску, отчитываясь так, будто выполняет особо важный приказ для самого Хакаги. На расстоянии около 30 метров от Хатаки, возникла фигура неизвестного ему человека, которая с вызовом смотрела на копирующего. Сама же Хатару поудобнее устроилась на траве и замерла в ожидании. Кукаши повернулся лицом к иллюзорному шинобе, сложил печать и, сконцентрировав чакру, выполнил технику. Его рука покрылась молнией, а после, огромный волк сорвался с места и бросился на противника. Зрелище было действительно захватывающее. Хатару так засмотрелась на новую для нее вариацию использования чадари, что забыла о своей иллюзии. Поэтому волк из молнии будто набрасывался на каменный монумент, не нанося ему никаких увечий. Кукаши же, ожидавший, что напарница ему подыграет и заставит свою мишень биться в конвульсиях от столь мощной техники, недовольно уставился на нее. Хатару следила глазами за волком, а после того, как Кукаши развеял технику, еще несколько секунд как завороженная смотрела на место, где был волк. Когда она все же отвела взгляд, сразу же наткнулась на сердитые и полное разочарование лицо Кукаши, который, скрестив руки и нахмурив брови, выражал крайнюю степень своего недовольства. А... А... Ой... Девушка опомнилась и указала пальцем на все еще стоявшую неподалеку мишень. Шиноби зашатался, хватаясь то за сердце, то за горло, то просто за воздух. Крайне драматично мишень свалился на землю и забился в конвульсиях, моля Ками о прощении, а Кукаши о помиловании, пока копирующий наконец не оценил представление этого драмкружка имени Хатару и не рассмеялся. Ты подвела меня, отсмеявшись, нарочито обиженно сказал Кукаши, я знал, что атаковать иллюзию бесполезно и ждал, что ты хотя бы развеешь ее после атаки. О... Ками! У меня сильнейшая зависимость от волков. Тем более от тех, что созданы из молнии. Ты должен меня понять. Хатару подняла руки в извиняющемся жести и нагренно молила о прощении. Девушку так позабавило разочарование напарника, что для продолжения этого спектакля она была готова даже подать ему в ноги, лишь бы наблюдать обиженное лицо Хатаки еще хоть минуту. Я даже не представляю, как я могу теперь тебе доверять. Ты поставила выполнение нашей миссии под угрозу. Я вынужден просить о смене напарника. Какаши, забыв обо всем на свете, разыгрывал драматическое представление похлеще, чем иллюзорный мишень, пару минут назад бившаяся в хоть и запоздалых, но все же конвульсиях. О, уважаемый копирующий ниндзя Хатаки Какаши! Неужели вы обрушите свой праведный гнев на мою бестолковую головушку? Девушка почти задыхалась от смеха, но все же не прекращала играть свою роль. Мне нужно все серьезно обдумать, Хатаки, с крайне серьезным видом, покачал головой, это было настоящим предательством, я не знаю, смогу ли когда-либо простить тебя. На последних словах прорывало уже и самого Какаши, поэтому играть роль вселенской обиженки выходило с трудом. В придачу вид давящийся от слез смеху напарницы, заставлял его самого уподобляться ей, но обладая выдержкой Шиноби, Какаши был вынужден умирать в душе. Смилуйтесь, Какаши Сама. Этого не повторится. Дайте мне еще один шанс. Я наколдую вам целое озеро Мисасупа. Хатару судорожно хваталось за живот, мышцы которого уже начинали болеть от сдерживаемого смеха. Не знаю достаточно ли этого, Хатару Митсури. Думаю, что придется наполнить обещанный водоем копченый сайрой. Какаши поднял указательный палец к небу, будто сказал что-то невероятно умное. Как пожелайте, Какаши Сама. Я создам горячие источники с наполнением из Мисасупа Сайры. Там обязательно будет женская половина и щель для подглядывания в перегородке. Хатару уже валялась на траве, в попытках сдерживать рвавшийся наружу смех. Да, за кого вы меня принимаете? Какаши на этот раз скорчил такую гримасу боли на лице, будто в мире запретили все книги и чечи. На этот раз Хатару сдерживаться уже не могла. Она смеялась в голос, заражая смехом и самого Какаши, который от такого долгого юмористического воздержания, тоже рухнул на траву. Какаши уже забыл, когда так беззаботно смеялся. Каким счастьем оказалось просто упасть на траву и смеяться как ребенок. Никаких мыслей, никаких сожалений, никакой боли. Какаши перестал отрицать, что это девушка, лечившая его рано-медицинской чакрой в самом начале, теперь лечила его душу, создавая уют и тепло своим присутствием. Не переставая посмеиваться, Какаши поднялся на ноги и подошел к напарнице, все еще смеявшись от снова и снова приходивших в голову эпизода в Какаш и обиженке. Копирующий, увидев эту картину вблизи, снова рассмеялся и протянул руку, желая помощь напарнице подняться. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, что Хатару не просто примет предложенную руку, а дернет Хатаки вниз, попутно делая подсечку, чтобы опытный шиноби точно свалился на траву. Какаши сама сказала Кунаичи шепотом, прикладывая указательный палец к губам. Слышите? Что такое? Какаши удивленно поднял брови и посмотрел на девушку. Не слышите? Девушка, с серьезным выражением лица, посмотрела на Хатаки. Что я должен слышать? Недоумевая переспросил у Какаши. Вокруг было тихо. Они засиделись до поздней ночи, обсуждая стратегии совместной работы, а потом просто балуясь. Это звук моего триумфа. Я победила тебя, поэтому ты должен научить меня этой технике, Хатару самодовольно смотрела на лежащего рядом Какаши, и всем своим видом давая понять, что отвертеться не получится. Такую самодовольную моську сделала, как будто пятерку Каги одолела, окупирующей. Ата самого Хатаки Какаши два раза уронила. Светло-фиолетовые глаза, переливающиеся в лунном свете, устремились в звездное небо, с чувством выполненного долга, а довольная Каша, чья улыбка не сходила с лица Кунаичи. Когда это ты два раза насчитала? Какаши приподнялся на локте, заглядывая в лицо девушки. От смеха тоже считается, ответила Хатару и подмигнула напарнику. Улыбка на ее лице стала еще более самодовольной. Какаши засмотрелся на девушку. Она лежала, глядя на, теперь уже настоящие, звезды и закинув руки за голову. Белоснежные, длинные волосы разлетелись по траве, отливая серебром в лунном свете. Хатару перевела взгляд на Какаши и посмотрела его в единственный открытый глаз. Тишина, царившая на лесной полянке до этого момента, стала всепоглощающей. Оба нельзя ощущали этот чарующий момент каждой клеткой их телефон. Мысль, которую Какаши понял за прошедшую неделю, укрепилась в этот вечер и рвалась наружу. Сейчас, он чувствовал, впервые за долгие годы жизни, что хочет сказать эти слова. «Я рад, что встретил тебя», сказал он полушепотом. Каждый звук отражался в ночной тишине. И будто никого в мире нет, кроме них, лежащих под звездным небом на этой лесной полянке. Светло-фиолетовые глаза смотрели на него еще некоторое время. Прежде, чем тишину нарушили слово Кунаичи, «Я тоже рада, что наконец встретила тебя». Каждый день, проведенный в этом доме, стоявшем в лесу по дороге к Канохе. Каждая ночь, которую они делили, засыпая в одной комнате. Каждое задание, выполняя которое, они понимали, что как команда они совместимы на сто процентов. Каждое мгновение, проведенное вместе, связывало их все теснее и теснее. Дружба, зародившаяся между ними, будто была предначертана им судьбой. Будто все время, которое они провели порознь, готовило их к встрече друг с другом. Стена, которой они отгораживались от людей, понемногу разрушалась, впуская в их душ и то тепло, которого им так не хватало. Дни в доме Хатару шли своим чередом. Шиноби часто собирались за одним столом, чтобы обсудить свои дежурства. Они неплохо сдружились и можно сказать, что в компанию, куда входили еще Генма, Курина и другие Джанины, которые ниндзя-листа собирались в одном из многих заведений в Канохе, чтобы отдохнуть от миссии и обсудить последние события Хатару вписалось бы без каких-либо проблем. Несколько раз их посещала Курина Юхи. Она приходила под разными предлогами, но всем в этом доме было очевидно, что главной причиной ее появления был Асума. Асума в свои выходные часто сбегал в Каноху, чтобы провести время с любимой. Гайя и Хатару начинали свой день с нелепых танцев в кухонной зоне под очередную «Ахками». Это моя любимая песня. Хоть Какаши предпочитал отсиживаться в гостиной, читая книгу и поглядывая на это безумие, все же ребятам иногда получалось привлечь его к этому утренему ритуалу. В этот день Хатару отлучилась в деревню за лекарственными травами и продуктами для ужина. Пятая передала через Куриной, что работу можно прекратить, так как непрерывное посещение деревни гостями приостановлено на неопределенное время. Но покидать дом Хатару было разрешено только двум Шинобе в одно время. Двое других должны были оставаться неподалеку от деревушки, чтобы в случае чего сразу отправиться на дежурство. Теперь рапорты за несколько недель нужно было обработать и отправить в Канаху. В общем бумажные волокиты во всей своей красе. Команда уже закончила обработку большей части отчетов и была готова предоставить их пятой. Кокоши вышел из дома и сложил показанные Хатару печати, чтобы дать в сомнен Дзя доступ через барьер. По барьеру прошла светло-голубая волна это означало, что все прошло успешно. Теперь можно призвать Покуна и отправить отчеты собачьей почтой. Йоа! Кокоши, есть задание для меня? Подняв лапку, поздоровался Покун. Привет Покун, нужно доставить отчеты для пятой, сейчас я принесу тебе крепеж для свитков. Кокоши повернулся в сторону дома, направляясь за крепежом и, только что дописанным Гаем, отчетом. Покун проследовал за ним, но, ступив на порог дома, остановился. Кокоши, что это за дом? Обнюхивая порог дома спросил Покун. Дом нашей напарницы, мы живем здесь для выполнения миссии. Кокоши повернулся, глядя на Покуна, который к этому времени уже метался по всему порогу, вынюхивая каждый сантиметр деревянного покрытия. Покун, что не так? Спросил Кокоши, но этот вопрос прошел мимо шеи мопса. Призовив всю стаю, Кокоши, Покун наконец остановился и уставился на хозяина. Ча? Чего? Зачем это? Кокоши искренне не понимал, что так сильно могло заинтересовать апатичного Покуна. Ведь задание уже изложено, а остальное его обычно заботило мало. Призови. Остальных, чеканя каждое слово повторил мопс. Кокоши вздохнул, но все же выполнил просьбу своего пушистого товарища. Покун нечасто о чем-то просил так серьезно, поэтому Хатаки просто смирился. Сложив печати, копирующие призвал остальных собаки, после недолгих перешептываний между собой попорогу шарилось уже восемь нинкинов. Хатаки закатил глаза и нетерпеливо наблюдал за этой картиной. Это точно ваша напарница. Этот вопрос был адресован уже хозяину. Кокоши поднял взгляд ко входу на поляну и указал пальцем туда же. Там, по тропинке из леса шла Хатару, держа в руке сумку с купленными травами и едой. Посмотрев в сторону дома и увидев Кокоши, окруженного стаей псов ниндзя, она остановилась к Хатару. Полушепотом сказал Покун и рванул к ней. Кокоши от увиденного застыл на месте, наблюдая за тем, как Покун, летевший навстречу Кунаичи, прыгнул прямо ей в руки, а остальная часть стаей ринулась по той же траектории. Хатаки побежал за ними. Бул хотел последовать примеру Покуна и прыгнуть на руки, вместо чего просто сбил Хатару с ног. Вся стая окружила девушку и ластилась, будто щенки. А Хатару, сидя в центре и прижимая Покуна к себе, старалась не обделить вниманием ни одного пса. Кокоши остановился, лицезря но вышли Гайя Сума, которые, зная команду псов-ниндзя Кокоши долгие годы, не ожидали увидеть столько любви и обилий по отношению к Хатару. Что? Что происходит? Прервал эту идиллию Кокоши. Светлофиолетовые глаза, в окружении счастливых морд и виляющих хвостов, посмотрели на него. Хатару выглядела счастливой и одновременно смущенной. Она не прекратила обнимать моб с одной рукой, а гладить остальных псов другой рукой. Почему ты не сказал раньше? Кокоши, как долго уже длится миссия? Почему ты не сказал, что она с вами? Как ты вообще оказался в этом доме? Посыпались на копирующего вопросы от всей стая. От такого напора Кокоши опешил. Откуда ему было знать, что его псы безума от Хатару? Он сам знал ее считанные недели, а его псы вели себя так, будто это она была их хозяйкой. Я могу все объяснить, неловко улыбнулась Хатару, пытаясь встать. Кокоши подал ей руку и помог вырваться из пушистого плена. После чего поднял сумку с продуктами. Я надеюсь, что твоего объяснения будет достаточно, чтобы эта ситуация была не сумасшедшей, сказал Кокоши, направляясь в сторону дома. Да, 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 будет тебе объяснение. Вперед, ребята, я накормлю вас вкусняшками, неловко смеясь. Хатару в окружении счастливых хвостиков обогнула Кокоши и еркнула в дом. Боже, боже, вздохнул Кокоши, все же улыбнувшись. Хатаки поплелся следом, глядя на исчезающие в проеме белоснежные волосы и толпу своих пушистых подопечных. На кухне царила суматоха. Псы не переставали путаться под ногами девушки, а Гайя и Асума, сидя на диване, тихо посмеивались над этим. Зайдя на кухню, Кокоши положил пакет на стол, а Хатару принялась раскладывать продукты по полкам. Она достала из холодильной камеры мясные заготовки, которыми обычно кормила заходивших время от времени волков. Девушка взяла стопку мисок из нижнего ящика и принялась наполнять каждую отборным мясом. Собаки, завидев это, стали суетиться еще сильнее, то и дело пихая Хатару в разные стороны. Слышите, мохнатики, а ну геть отсюда! Посидите смирно, иначе не видать вам вкусняшек. По команде Хатару псы расселись по разным углам и продолжили, на этот раз смирно, наблюдать за подготовкой и угощением. Ты разбалуешь моих псов ниндзя, скрестив руки и опершился проем двери, сказал Какаши. Восемь пар недовольных глаз уставились на него. Так и говоря, заткнись, Какаши. Один день можно и побаловать, ведь так. Девушка обернулась и одарила Хатаке милой улыбкой, которой Какаши не мог противостоять, хотя, будучи честным, он уже и не пытался. Ладно, ладно. Но тебя ждет серьезный разговор, Хатару Митсури, улыбнувшись, ответил Какаши. Пакун после этих слов с недоумением посмотрел на него, а после встретился взглядом с самой Хатару. Обменявшись взглядами, каждый продолжил заниматься своими делами. Какаши, заметив этот безмолвный сговор, сразу же запомнил свою последнюю сказанную фразу, вызвавшую этот непонятный взгляд Пакуна. Похоже, Мобз знал о Хатару больше, чем Какаши, и это что-то сразу пробудило, и так накопившийся, интерес копирующего. Его чутье никогда его не подводило. Нет, угрозы от Хатару он не чувствовал, но эта нит, тянувшая его к ней, не давала ему покоя. Он хотел работать с ней, быть с ней, говорить с ней, просыпаться каждое утро и видеть ее белоснежные волосы, разбросанные по подушке на футоне. Эта симпатия не была обычной. Мало кто мог приковать внимание столь отчужденного человека, как он. Но он чувствовал, что за ней стоит нечто большее. Он знал, что то, что она собирался сказать ему, круто изменит его жизнь. Уже два месяца шины бежили под одной крышей, за пределами Канохи. Время от времени Асума покидал дом, возвращаясь в Каноху, остальные же, без крайней необходимости туда не ходили. Как ни странно, компания очень хорошо жилась, а условия, предоставляемые близлежащей деревушкой, всех устраивали. Для каждого из них, кроме самой Хатару, было открытием то, что жизнь за пределами крупной деревни может оказаться не менее комфортной. Эта деревня изобиловала магазинами и забегаловками, где компания время от времени собиралась поесть рамен. Также команда уже несколько раз ходила на горячие источники, поэтому задание за пределами Канохи казалось иногда отпуском. Какаши облюбовал миловидный порог дома и наслаждался чтением в своей свободной от работы дни. Возникли перебои в сообщении между деревнями и приток высокопоставленных гостей снова прекратился на неделю. Поэтому команда проводила свободное время как умело. Приказ на продолжение миссии мог прийти досрочно, вернув их с головой в работу, поэтому возвращаться всем составом в Каноху не разрешалось. Какаши это беспокоило не сильно. Он мог часами напролет просиживать на пороге дома, зачитываясь книгами. Книги, к слову, ему великодушно разрешило подсчитать Хатару, которая после долгих уговоров копирующего, все же сдалась и показала ему скрытый шкафчик с собранием эротических романов, которым хвасталась, создав точную копию Чичи для Какаши. В один из дней Хатару пошла в деревню к своему знакомому ниндзи-медику. Уточнив лишь, что будет ближе к вечеру, она пожелала оставшимся дома Гайу и Какаши хорошего времяпровождения и удалилась. Гай как обычно обходил дом на руках очередные пять тысяч раз, а Какаши уткнувшись в книгу наслаждался ароматом цветов, росших под крыльцом. Нежно-розовые пышные кусты пионов окутывали его прекрасным ароматом, а ясное небо и отсутствие ветра клонили в сон. Какаши до сонного хатаки донеслись вопли его вечного соперника, который судя по всему уже закончил тренировку и вернулся в дом, скорее. Иди сюда. Какаши вздохнул и неспеши пошел на звук, исходивший от крайне воодушевленного Гая. Войдя в гостиную он увидел Гая с рамкой для фото в руке. На фотографии команды Хатару, которую Какаши замечал уже неоднократно, можно было увидеть Джанина Листа с темными каштановыми волосами, доходящими до плеч. Он улыбается в камеру и держит за плечи своих учеников. Хатару посередине широко улыбается. Рядом стоят два мальчика. Один улыбается так же широко как Хатару, а другой лишь слегка приподнял уголки губ и положил руку на плечо напарницы. Я видел эту фотографию сотни раз. В чем дело? Какаши недовольно посмотрел на Гая. Нет, не фотография. Рамка. Он повернул рамку обратной стороной и указал пальцем на надпись на деревянной дощечке, закрывавшей фотографию с обратной стороны. Какаши подошел ближе и взял фотографию в руки. С днем рождения Хатару и снизу слева подписана дата, означавшая по-видимому день, в который рамка была подарена. Ну и Какаши поднял одну бровь и непонимающе посмотрел на голубого зверя Канохи. Это дата ее рождения, Какаши. Пояснил Майта, ее день рождения уже завтра. В это время как раз вернулся Асума, освещавший Куриной в деревне. День рождения кого? Спросил он заходя в гостиную. День рождения нашей прекрасной напарницы. Сила юности распирает меня изнутри. Как она могла умолчать о таком важном событии? Мы обязаны устроить ей сюрприз. Гай был активным человеком и предвкушение возможного праздника вводила его в кураж. Это нужно обдумать, сказал Асума, нужно решить будет ли подарок общим или каждый подарит что-то от себя. Это уже завтра, так что у нас мало времени. А что насчет еды? Это будет вечеринка или тихое застолье? Какаши не участвовал в беседе. Он углубился в свои мысли. Он знал, что сам поступил бы так же. Умолчал бы о своем дне рождения, но если бы Гай не нашел эту подпись, по-видимому для себя он понял, что уже всерьез обдумывает возможный подарок для девушки. Какаши. 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 Хатаки вернулся в реальность от того, что Гай крутится вокруг и машет руками перед его лицом. Да, Гай, я здесь, прекрати, закатил глаза Какаши. Мы должны выбрать подарок вместе. Это будет символизировать нашу сплоченность и работу в команде. Яш воспылал. Еще немного, кажется, Гай действительно воспламенился бы. Было решено купить один подарок от всех за неименем достаточного количества времени. Также решили украсить гостиную и накрыть на стол. Парни решили прогуляться по деревне и присмотреть что-нибудь в подарок. Гуляя по деревне, Джанина заглядывали в разные магазины. Гай бросался от витрины к витрине засматриваясь на все подряд. Асума и Кукаши же периодически закатывают глаза, отдирали его от очередной витрины и тащили дальше по улице, пока он сам не вырывался и бежал навстречу следующему магазину. Они обошли пару ювелирных, но решили, что не знают конкретных предпочтений Хатару в плане украшений, поэтому отказались от этой идеи. Спортивные костюмы, к которым перелепгая никто кроме него, естественно, не рассматривал. Но вспомнив об оружейном, который находился на окраине деревни, решили его посетить. Там команда однажды закупила куна и сюрикены и они оказались очень даже неплохого качества. Добро пожаловать в мой магазин. Поприветствовал их продавец, чем могу помочь. Ищем подарок для нашей подруги, что можете посоветовать? Ответил Асума, какой стиль боя ей близнок? Какое оружие она чаще всего использует? У меня есть работник, который делает праздничные гравировки на оружие, раз уж это подарок. Ну, по-моему она чаще всего пользовалась куна ими, неуверенно произнес Асума. Катана. У вас есть катана? Спросил Какаши. Парни уставились на него. Хатару никогда не пользовалась катана и они даже не думали о этом виде оружия. Увидев эти взгляды, Какаши пояснил, она сказала, что использовала ее раньше, но потеряла в бою. Ну и стихию молнии можно удачно комбинировать с этим видом оружия. А ты хорошо осведомлен, сузив глаза, улыбаясь, сказал Асума. Нет, нет, что ты, смутился Какаши, мы просто обсуждали техники и вот как-то зашел разговор. Агась, как же, Гай тоже усмехнулся. Хатаки лишь закатил глаза и, вздохнув, повернулся обратно к продавцу, так что насчет катаны. Конечно, конечно, продавец вышел из-за прилавка и провел парней вглубь магазина. После пересмотра каждой из катан, все варианты были отклонены. Какаши не нравилась ни одна из предложенных. Лезвие не то, рукоять не такая, центр тяжести не так расположен. Гай и Асума не успевали переключить внимание на следующий вариант, как Какаши уже находил в нем изъян. Ну что ж, вздохнул продавец, хорошо, я берег ее для особого случая, но теперь угодить вам дело чести. Пройдемте. Он зашел обратно за прилавок, подошел к двери, находившейся за ним, и отпер ее. После чего повернулся и махнул парням, приглашая их с собой. За дверью оказалось небольшое помещение. На крепежах на каждой стене висело оружие. В центре на одной из стен висела еще одна катана. Резная рукоять и небольшие камни в ее плетение поражали своей красотой. Тонкое острое лезвие катаны отливало фиолетовым. Окинув ее взглядом какаши взял катану в руки. Проверил лезвие, рукояти центр тяжести. Осмотрел все на наличие сколов или повреждений. Также он пропустил чакру молнии через клинок. Лезвие засияло молнией, и не найдя к чему придраться, он отдал, наконец, ее в руки напарникам. Асума и Гай тоже осмотрели оружие были поражены его качеством и красотой. Сколько? Спросил Асума, обращаясь к продавцу. Услышав цену, глаза парней округлились. Да уж, клинок выглядел невероятно, но и стоил очень дорого. Какаши, ПС прошептал Гай, у нас есть только четверть от этой суммы. Я плачу остальное, спокойно сказал Хатаке, все еще рассматривая клинок. Но растаяк, промурлыкали Гай и Асума. Я тогда упакую, или может еще гравировку? Спросил торговец. Забираю катану из рук парней. Сделаем поздравительную надпись, чтобы Хатара всегда помнила о своих замечательных друзьях. Это такая восхитительная идея. Гай снова перевозбудился, поэтому вопрос нужно было срочно решить. ХММ может что-то о нашей команде? Или что-то о том, что она сделала для нас? Предложил Асума. Свет во мгле. Она появилась как свет и дала нам надежду на спасение. Она спасла нас в первый день знакомства. Гай расчувствовался и уже начал шмыгать носом. Да, спасла. Кагото даже дважды, ехидно улыбнувшись, сказал Асума. Свет во мгле, значит свет во мгле, вздохнул какаши и повернулся к торговцу, сколько это займет по времени? Около часа, ответил продавец. Хорошо, мы зайдем через час, Асума повернулся ко входу и добавил, а пока пошли перекусим. Парни вышли из магазинчика и направились в ближайшие заведения, где за обедом обсуждали планы на завтрашний рейдень. Сошлись на том, что Асума и Гай украсят гостиную, а кукаши приготовят еду, поскольку только его кулинарные навыки позволяли готовить что-то сложнее базовых блюд и при этом не грозили отравлением. Также придумали, куда можно отправить Хатару, чтобы успеть все подготовить. Через час подарок был готов и парни вернулись домой. Дома им понадобилось еще около получаса, чтобы придумать где спрятать подарок. На следующее утро команда стала воплощать свой план в реальность. Для начала нужно было выпроводить Хатару из дома. Парни все тщательно все подготовили. Кукаши призывает Пакуна, которому было поручено доставить ей послание из деревни написанное им же. Он использовал Шаринган, чтобы скопировать почерк из последнего переказа пятой. Согласно поручению, Хатару должна была отправиться к местному ликарю, взяв у него утро. Военостойки из списка отправить в Канаху. Хатару накормили приготовленным какаши завтраком и отправили на выполнение особо важного поручения. Теперь парни могли заняться подготовкой Какаши занялся приготовлением еды, а Гай и Асума принялись украшать гостиную. Надо отдать Какаши должное готовил он замечательно. Через два часа стол уже ломился от еды, а Гай и Асума, которым завтрака не досталось, обливались слюной глядя на это великолепие. Гостиная выглядела прекрасно. Уютная комната была увешана бумажными гирляндами, а спая толка свисали бумажные шары-светильники. Катану парни также достали и приготовили к вручению именинницы. Свет к возвращению Хатару был погашен, поэтому подходя к дому она подумала, что парни решили прогуляться в этот тихий вечер. Девушка зашла в прихожую, сняла обувь, повесила неизменный плащ на вешалку и направилась в гостиную, чтобы написать ответ для Хакаги. Нащупав выключатель за углом, она включила свет и, не сразу увидев украшение от внезапной вспышки света, услышала громкие поздравления в перемешку с воплями Гая. С днем рождения! Напарники несколько раз прокричали эту фразу и захлопали в ладоши. Хатару остановилась на пороге и открыла рот от изумления. С утра парни виду не падали, что знают о ее дне рождения, а сейчас встречают ее с ужином. Именинница не успела опомниться, как оказалось зажатой в объятиях Гая, который осыпал ее поздравлениями. Спасибо, спасибо большое, Хатару все же вернулась с небес на землю и ответила на объятия, а также обняла Асуму и Кокаши, поблагодарив их. Но как вы узнали? Спросила девушка, я ведь не упоминала. Ой, ну это все гай, засмеялся Асума, наверняка чуть не уронил твою фотографию и увидел надпись, а потом рассказала нам. Девушка сразу поняла свой прокол рамка стоявшая всегда на тумбе около окна. Рамка которую ей подарил бывшийся командник в день ее рождения, когда девушке исполнилось двенадцать. Она дрожила ею и держала ее на самом видном месте в гостиной. Рамка, подаренная в последний совместный год в команде. Ничего я не ронял, возмутился Гай, но словив три недоверчивых взгляда, добавил, ну может и уронил, но вовремя поймал же. Компания дружно рассмеялась. Так, а теперь время для подарка. Сказала Асума, только для начала, сколько тебе исполнилось. Рамка повидала нам только дату и месяц, но не год. Хатару неловко рассмеялась. Она давно не принимала поздравлений, а уж тем более подарков, да и возраст ее был известен лишь тем, кто читал ее досье в архиве Канохи. Двадцать пять ответила Хатару и, хихикнув, добавила, песок уже сыплится. Ты что? Это только рассвет твоей юности. Ты еще такая молоденькая и твои лучшие деньки еще. Начал был угай, но его тактично заткнули Асума и Кукаши. Так-так, вернемся все же подарку, начал Асума, у нас было немного времени, но мы думаем, что нам удалось найти то, что тебе понравится. Парни взяли с полки за их спинами подарок и вручили его Хатару. Девушка изумилась красоте клинка. Она рассматривала рукояти блеск от фонариков, который отражало лезвие. Эта катана была в разы лучше ее так хорошо подобрали подарок для нее, ведь она вскользь упомянула об этом только Кукаши, но не думала, что он серьезно воспримет ее слова. Вдоволь налюбовавшись, она молча отложила подарок в сторону и посмотрела на сокомандников. Выждав несколько секунд, девушка увидела начинающий бледнеть лицо Гая, который начал переживать, что с подарком они не угадали. Наконец, прервав нарастающее напряжение, она рассмеялась и накинулась на них верностями. Атмосфера сразу стала праздничной и сюрприз удался. В таком настроении команда приступила к трапезе, наперебой хваля кулинарные способности Кукаши. Вечер плавно перетекал в ночь, еда была съедена, а разговоры плавно смолкали. Ребята наелись, наговорились и начали убирать со стола. Кукаши нес тарелку к раковине, когда его одернули за рукав. Он обернулся и увидел Хатару, которая жестом попросила его наклониться. Хатаке исполнил просьбу, немного наклонившись, поравнявшись лицом к лицу девушки. Хатару потянулась к его уху и прошептала, «Я хочу с тобой поговорить, мы можем прогуляться после уборки». После чего она отстранилась и посмотрела на Кукаши. Конечно, негромко ответил Хатаке и продолжил свой путь к раковине. Спустя еще некоторое время, убрав со стола и вымыв всю посуду, Гайя с ума поздравили Хатару еще раз, отклонились и отправились спать. А Кукаши и Хатару обулись и вышли из дома. Они шли по ночному лесу, обсуждая сегодняшний день, а также подробности выбора подарка для девушки и смешные моменты, которыми снабжал их Гай, украшая комнату. Дойдя до привычной полянки, они сели под толстым стволом одного из дубов, листья которого тихо шелестели от слабого ночного ветра. «Так о чем ты хотела поговорить?» поинтересовался Кукаши. «Я хотела рассказать тебе кое-что о себе», сказал Хатару, поднимая взгляд на Кукаши, «это долгая история и я не знаю, как ты отнесешься к этому, но я хочу тебе это рассказать. Никто не знает об этом. Никто в целом мире, кроме меня самой». Кукаши понял, что тот разговор, который Хатару откладывала уже несколько раз, наконец случится. Он ждал этого откровения, он очень хотел узнать, что именно скрывает девушка. Кукаши много раз представлял себе различные причины, но так ни к чему конкретному и не пришел. «Я слушаю», сказал Кукаши, и увидев, что Хатару нервничай и заламывает пальцы, накрыл ее руки своими, улыбнувшись, добавил, «Ты только не нервничай». Я жила 20 лет отрицая себя. Я не могла смириться с потерей, которая разбила моя жизнь надо и после. Я отгородилась от себя самой в прошлом и не хотела принять эту боль. «Та формальность, о которой я тебе расскажу, использовалась мной, чтобы пытаться забыть и жить дальше, отрицая свое происхождение. Но чем больше я узнаю тебя, тем больше я хочу принять себя», сказала девушка все так же глядя в глаза копирующего. Кокаши, сам того не зная, возвращал девушку на годы назад. Он жил с глубокой раной в сердце, от которой перестал убегать. Он принял боль и жил дальше, храня память о потерянных близких. Он сменил свои идеалы, которые сделали его тем, кто он есть сейчас. Кокаши подтолкнул девушку сделать то же самое, потому что их связывали не только звание и общая миссия, но и более тесные узы. Комментарий к часть 8. Я хочу поговорить с тобой, Кокаши. Следующая часть станет ключевой в этой истории. Я надеюсь, что вам она понравится. Хатару нервно выдохнуло и начало «Ты ведь знаешь, что для передачи некоторых геномов необходимы определенные условия?» Спросила Хатару. «Да, я в курсе», ответил Кокаши. «Значит, слушай. Многие годы назад человек по имени Митсури, ставший первым в этой цепи, получил геном в результате мутации. Он связал себя с женщиной из другого клана. Их чакра была идеально совместима, но ребенок не получил его силу. А вот следующее поколение, получившееся в результате связи с тем же кланом смогло проявить способности. И так эта связь передавалась долгие годы. Для передачи Кикегенко и моей бабушке, которую наследовала я, необходима была связь, которая бы усиливала ее гены и позволяла генам передаваться дальше. Чтобы передать его моей бабушке, владевшей этим даром так же как и я, нужно было завести детей с мужчиной определенного клана. Дедушка был чистокровным потомком своего клана и не имел этой способности, а их с бабушкой и ребенок моя мать, также должна была родить ребенка от мужчины, не владевшего этим даром внутри того же клана. При этом способность владеть полной силой глаз передалась только мне, а предыдущему поколению, то он есть моей матери передавалась лишь одна возможность использовать силу глаз. Одна попытка за всю жизнь. Она давалась лишь для того, чтобы спасти дорогого человека. Когда моя мать испытала сильное эмоциональное потрясение, она смогла использовать свою силу. Пока все понятно. Да, я все понял, как Аши уловил механику передачи этого кикеггинкой, но не до конца понимал, к чему клонит девушка. Хорошо. Таким образом, большинство моих родственников были представителями другого клана, а я представляюсь лишь именем первого человека, овладевшего этим даром. Никаких вопросов не возникает, потому что точный механизм передачи неизвестен никому, кроме наследников этого генома, хотя по всем законам я должна носить другую фамилию. Ведь Митсури не клан имя человека и особенность, для передачи которой нужны определенные условия. Имя какого клана ты должна носить? Спросил Какаши. Чутье подсказывало ему правильный ответ, но он не мог в это поверить. Какаши, клан, к которому я отношусь это клан Хатаки. Сердце перестало биться в груди Какаши. Все вокруг замерло, а единственное что он мог видеть это светло-фиолетовые глаза, смотревшие на него. Он так давно смирился с мыслью о том, что в мире нет никого, с кем он был бы связан кланом. Сейчас смирился быть один. Но сразу после смерти отца эта мысль давила на него. Он остался один и нет больше никого, кто носит боемикла на Хатаке. Хатару нервничало все больше и больше, ожидая реакции Какаши. Она боялась его реакции. Девушка хотела объяснить все, что только могла, она хотела поделиться тем, что не давала ей покоя всю ее жизнь. Вместо слов, Какаши внезапно обнял ее. Он крепко сжал ее в своих объятиях и, казалось, не отпускал бы больше никогда. Он встретил то, что похоронил давным-давно. Он не один. Он больше не один. Он вдыхал аромат ее волос, пахнущих хвоей и сжимал в объятиях ее тела. Он не понимал, был ли он счастлив, но облегчение он ощущал явно. Так они просидели несколько минут, не говоря ни слова. Время тянулось невероятно долго и молодые люди наслаждались каждой секундой. Они оба чувствовали облегчение. Я еще не ответила на твой вопрос, тихо сказала Хатару, отстраняясь. Да, конечно, извини за это, смутился Какаши и почесал затылок. Хатару мягко улыбнулась ему и поправила прядь серебряных волос Какаши, выбившихся их под протекторы после объятий. Так вот. То, о чем я говорила тебе несколько раз и то, о чем ты хотел узнать? Ты знал, что клан Хатаки делился на две ветви? Да, я знал это от отца, но он не успел многого мне рассказать, а архивы Канохи не дают внятных ответов. Спустя время, после основания Канохи, клан разделился на две ветви. Одна часть клана перешла в Каноху, а их союзниками стали Псыненкины, а другая осталась в лесах и использовала волков. Как ты можешь понять, во-первых, мы из разных ветвей клана, а во-вторых, именно вторая ветвь продолжала развитие улучшенного генома, передавая его внутри одной из семей. Понял, кивнул Какаши. Это не самая легкая тема, поэтому если я буду запинаться или еще что-нибудь, ты уж потерпи. Но я расскажу, почему я так хочу защитить тебя, когда ты в этом нуждаешься. Взгляд Хатару стал печальным. Я хочу услышать причину, серьезно ответил Какаши. Моя семья. К моменту моего рождения я и мои родители были единственными оставшимися в живых хатаке из второй ветви. Мы жили в доме, достаточно далеко от Канохи, поэтому отец часто отсутствовал, потому что выполнял задания для Хакаги. Моя мать не была Шиноби. Она была лишь посредником для передачи генома, поэтому не обучалась искусством ниндзя. Она была прекрасной. У нее был красивый голос, и мы часто пели вместе, выполняя работу по дому. А моменты, когда отец возвращался с миссией, были самыми счастливыми для нас. Мы вместе бежали ему навстречу и бросались к нему в объятия. Он рассказывал многое о миссиях и показывал техники, которыми владел сам. Ими Сукио говорит тебе о чем-то. Я знаю, что так звали друга моего отца. Ты хочешь сказать? Какаши, не решаясь сам ответить на свой вопрос, замолчал. Да, Сукио мой отец, сказал из него Хатару. Имя, за которым Какаши скрывался, наряжаясь фотографом, было именем отца Хатару. Он слышал о Суке и Хатаке, о его семье и его силе. Отец несколько раз шутил о том, что у его друга растет дочь на два года младше Какаши, и что когда-нибудь они с Сукио погуляют на их свадьбе. Дядя Сакума приходил к нам время от времени. Он тоже учил меня техникам и владению клинком. Он рассказывал о тебе. Я очень любила Сакумасена и могла слушать его рассказы бесконечно. Именно я отдала ему найденных щенков Нинкинов. Я с нетерпением дожидалась его прихода, чтобы отправить моих маленьких друзей на воспитание Шинобе, который является мастером в использовании собак Ниндзя. Также я хотела познакомиться и с тобой. Хатару усмехнулась, но тащить маленькую девочку семь часов до конохи было так себе затеей. Воспоминания об отце вновь нахлынули. Детство, принципы, которые он прививал, счастье, которые дарили его возвращение с миссией, а также подарок, который он принес после одной из них. Восемь щенков-псов Ниндзя, которых, как оказалось, нашла и растила Хатару, а потом передала ему. Но также Кукаши вспомнил о том, как последний раз его отец упомянул своего друга. Однажды мой отец вернулся с миссией, на которой был серьезно ранен. Эта травма мучительно убивала его. Мы с матерью делали все, что могли. Медик, присланный из конохи, дал лишь неутешительные прогнозы. Если бы он и выжил, то не смог бы не то что быть с Шинобе, но и вообще жить как раньше. Мы ухаживали за ним так, как предписал врач, и, казалось, шансы на выживание увеличились, но в один день все развалилось. Мой мир уничтожили наемники, ворвавшиеся в дом. Они убили моего отца, а мать долго мучили. Они убили бы и меня. Но она спасла мне жизнь. Мама смогла создать первую и последнюю в своей жизни иллюзию, благодаря которой я смогла сбежать. Моя мать умерла, дав мне шанс. Иллюзия, созданная вместо меня, могла существовать еще несколько месяцев после маминой смерти, поэтому лжи меня, убитые наемниками, похоронили рядом с родителями. Куда ты сбежала? Я бежала, куда глаза глядели. Мне было пять, и я просто бежала вперед. Я наткнулась на жителей небольшой деревни, которые приняли меня. Меня растили там до семь лет, а после отдали в другую деревню для обучения. Там я пошла в академию, и, закончив ее, стала Шинобе, которая подчиняется Канохе. Я служила на благо страны огня, получая задания Канохе, но живя за ее пределами, как и многие другие Шинобе. У меня была команда, но никто из них не дожил до сегодняшнего дня. Мне было 13, и с тех пор я работаю одна. Я скопила небольшую сумму, с подачи Хакаги, смогла купить дом, в котором живут до сих пор. Я была одна единственная, что спасло меня знание того, что где-то в мире есть ты. Ты единственная, что было у меня, и эта связь, пусть не кровная, а просто по имени клана, заставляла меня жить дальше. С возрастом становилось легче, но боль от одиночества не покидала меня. А ты, просто существующий где-то в Канохе, лечил мою душу. Поэтому я хочу защитить тебя, если знаю, что ты нуждаешься в этом. Но я хочу, чтобы ты знал. Мое желание только мое. Ты ничем мне не обязан, и я не жду от тебя. Я тоже хочу защищать тебя, перебил Кокаши. Я знаю, что сделаю все, на что способен, для того, чтобы защитить тебя. Я понял это, сразу как узнал тебя. Светло-фиолетовые глаза мерцали в лунном свете, а в уголках глаз девушки скопились слезы. Спасибо, что выслушал эту историю, сказала она. Спасибо, что довела ее мне, ответил он. Хатару рассказала Кокаши всю правду о своей семье и получила реакцию, о которой не могла и мечтать. Он принял ее историю, он принял ее желание защитить его и ответил взаимностью. Кокаши сказал те слова, которые дали Хатару понять, что ее желание сохранить эту связь между ними не одностороннее. Я хотела сказать, что хочу вернуть имя клана, которое должна носить. Я хочу носить имя, которое мне дали родители Хатару-Хатаки. Я скрывала свое происхождение и скрывала себя. Я хочу вернуть себе это имя, Кокаши. Пока слежка прекратилась, ты можешь отправиться в Канаху и сменить документы. Пятая быстро уладит этот вопрос, сказал Кокаши, немного смущенно, предложил, если ты хочешь, я могу пойти с тобой. Спасибо, Кокаши, думаю, все это не будет так волнительно, если ты пойдешь со мной, улыбнулась Хатару. Конечно, я могу представить, как тяжело тебе открывать такую болезненную правду и я буду рядом, чтобы помочь тебе, сказал Кокаши, тем более это может занять несколько дней, а жить тебе в Канахе негде. Ха-ха. Хочешь приютить бедную наземку? Улыбнулась Кунаичи. Ну, у меня много долгов перед тобой, хоть ты это и отрицаешь, поэтому я буду рад, если смогу помочь и тебе, ответил Кокаши. Хатару снова посмотрела на Кокаши, будто размышляя, потом решительно выдохнув, откинула подол плаща и начала искать что-то в сумке за спиной. Хатару достала маленькую коробочку и, открыв ее, достала из нее серебристую вещицу. Протянув руку ближе к Кокаши, девушка раскрыла ладонь, показывая ему свое сокровище. В ее руке лежал небольшой кулон в виде квадрата разбитого на секции символ клана Хатаки. В центральном квадратике находился небольшой, по-видимому, стеклянный шар, красиво отражавший попадающий в него лунный свет. «Я хочу отдать тебе этот кулон», сказала девушка, «он принадлежал моему отцу». «Но... это ведь... как я могу принять его?» «Это, должно быть, важная и для тебя вещь», удивился Кокаши. На припирании копирующего, девушка лишь закатила глаза и шикнула, не давая ему отказаться. Харату провела ладонью над ключицами. И техника, использовавшаяся все это время спа... ла. Копирующий увидел то, что, оказывается, скрывала от посторонних взглядов напарница. Такой же кулон висел на шее самой Кунаичи. Хатару подняла кулон для Кокаши в вытянутой руке и положила другую руку в центр груди. Понемногу отрывая руку от тела, за пальцами потянулась нежно-розовая чакра. Рука плавно отдалялась, забирая чакру, пока Таня перестал выходить. Хатару протянула ладонь чуть ближе к Кокаши и он узнал рисунок потоков чакры, находящихся около сердца. В кулоне есть кристалл, сохраняющий чакру. Раньше в нем была жизненная энергия, взят ли из потоков у сердца моей матери. Это реликвия нашей семьи и я не стала бы отдавать ее кому попало. Так что успокойся, Кокаши, и просто прими его. Девушка поднесла ладонь к кулону, и собранная чакра стала перетекать в кристалл. Вобрав всю, кристалл начал переливаться нежно-розовым цветом. Цвет чакры хатаки белый, но извлечение из протоков около сердца сопровождается повреждениями кровеносных сосудов, поэтому цвет чакры немного менялся. Прими его, сказала Хатару и, дождавшись смущенного кивка от Кокаши, держа в одной руке кулон, обогнула руками шею копирующего и застегнула кулон. Когда Хатару находилась так близко, у Кокаши перехватывало дыхание. Он осознавал, что те чувства, которые он испытывал к ней два месяца назад, сильно отличаются от тех, которые он испытывал на данный момент. Они стали близки с самого начала. Но со временем, Кокаши понимал, что эта девушка имеет слишком много власти над ним. Он был смущен от того, что так внезапно раскрыл в себе такие светлые чувства, но долго отрицать их, он не собирался. Он хотел быть рядом с ней как можно больше. Он заглядывался на Хатару, когда-то тренировалась, готовила, работала или читала. Его взгляд возвращался к ее образу при каждой возможности. Кунаичи отстранялась, чтобы сесть на место, когда ее предплечья перехватили. Оказавшись лицом к лицу с Кокаши, она услышала, сделай то же самое с моей чкрой, Хатару смотрел ей в глаза. Между их лицами было максимум сантиметров десять, поэтому лицо девушки стало стремительно краснеть. Это немного больно, сглотнув ком, застрявший в горле, шепнула Хатару. «Думаю, что я это выдержу», ответил Кокаши и, взяв руку девушки, положил себе на грудь. Рука Хатару вздрогнула, но, собравшись с мыслями, девушка плотнее приложила ладонь к груди напарника. Кокаши почувствовал сжение в центре груди. Чакра отделялась от каждого канала и выходила наружу. Девушка медленно отводила руку в сторону, и Кокаши видел, как его чакра тянулась за рукой Кунаичи. Боль не была слишком сильной, скорее немного неприятной, а после извлечения жизненной энергии, Хатаки почувствовал, как оставшаяся в организме чакра стремится занимать освободившееся место в каналах. К Женю в груди добавлялась безграничная нежность к этой девушке, смягчая неприятную боль, которую он испытывал. С самого начала их знакомства, какое-то предчувствие не оставляло его. И вопреки устоявшейся традиции, оказалось, что хорошее предчувствие тоже сбывается. Девушка взглянула на Кокаши и поднесла извлеченную жизненную энергию в своему кулону. Кристалл впитал чакры и украсился в такой же светло-розовый цвет. В эту ночь они заключили договор. Они нашли друг друга, и ощущение одиночества покинуло их. Они не могли вылечить те раны, которые нанесли им потери близких, но эта связь, появившаяся еще задолго до их знакомства, подарила их душам долгожданное спокойствие. На следующее утро Хатару понемногу стала воплощать свое желание в реальность. Собравшись за завтраком всем составом, девушка рассказала Гаю и Асуме правду о себе. Открывшуюся правду сокомандники восприняли по-разному. Асума расспросил Хатару о некоторых моментах ее прошлого, и, казалось, сполна удовлетворив свой интерес, теперь посматривал на Кукаши, развивая мысль о возрождении клана Хатаки. За что, незамедлительно, удостоился шутки о его дружбе с Куриной. А вот Гаю было не остановить. Он был очень воодушевлен этим признанием и, в отличие от более тактичного Асумы, сразу вывалил на команду свои мысли. Так значит ты тоже Хатаки. Значит ли это то, что я должен соперничать и с тобой, Хатару? Разгонялся Гай. Да не дай коми! Прошептала Кунаичи, отчаянно пытаясь провалиться под землю, чтобы Гай ненароком не уверился в мысли о том, что соперничество с двумя Хатаки явно лучше соперничества с одним. Мне нужно хорошенько обдумать этот вопрос. Возможно я даже брошу тебе пробный вызов. Кстати, Какаши, теперь ведь ты можешь возродить свой клан. Ну то есть ваш клан обрадовал Гай, стремительно краснеющий Хатаки. Гай, умоляю, замолчи, прошепел Какаши, сверляв взглядом вечного соперника. Да, Гай, притормози, с их увлечением похабными книжками за судьбу клана Хатаки можно не переживать, как бы не взначай сказал Асума, за что получил удар по голове и убийственные взгляды теперь уже двоих Хатаки. Откашлившись, Хатару рассказала, что хочет отправиться в Канаху, чтобы сменить фамилию официально, а Какаши пойдет с деревню с ней для моральной поддержки. Они задержатся там на пару-тройку дней, пока документы не будут готовы. Ну конечно, конечно, идите, совместные путешествия сближают еще сильнее, ни капли не раскаившись, от удара по голове, сказал Асума. Идите, мои соперники. Будет даже лучше, если наше соперничество будет закреплено в документах, сказал Гай, чем заставил Хатару сомневаться в решении сменить фамилию. Решено было выдвинуться незамедлительно, чтобы успеть в Канаху до захода солнца, поэтому Хатаки удалились в комнату для сбора вещей. Хатару, собрав все необходимое, запечатала вещи в свиток, пошла в ванную, чтобы переодеть домашнюю одежду. Она выбрала юбку, какие обычно носили кунаичи и блузу, походившую наверх от кимоно. Под блузой виднелась сетчатая безрукавка, а на ногах были гиттеры. Обмотав ногу бинтами, девушка закрепила на ней сумку для оружия. Также бинтами были обмотаны руки до локти. Вернувшись в комнату, она застала уже собранного кукаши, читавшего книгу. «Идем», спросил кукаши, поднимая взгляд на кунаичи, а после вставая с кровати. «Да», ответила девушка, надевая уже привычный плащ. «А ты без него никуда и не ходишь», усмехнулся кукаши, замечая, что любой выход из дома, кроме прогулок, для Хатару был невозможен без этого черного плаща. «Плащи моя слабость, как и волки, как и эротические романы», ответила кунаичи, поправляя ткань. «Выдвигаемся», темный рыцарь, потрепав Хатару по макушке, сказал кукаши. «Би-би-би», передразнила его Хатару, поправляя взлохмаченные волосы. Шиноби попрощались с Гайм и Асумы и вышли из дома. Времени в запасе было достаточно, поэтому они просто шли в сторону Канухи, болтая о своем. Благо общих интересов у них и до признания хватало, а после него их стало еще больше. Когда солнце начало заходить, молодые люди уже видели очертания главных ворот Канухи. «Я так понимаю, что в Канухе ты бывала нечасто?» спросил кукаши. «Да, задания мне доставляют с помощью призывных животных, а отчеты о миссии я отправляю одним из волков. Я бываю в Канухе только для особо важных поручений, поэтому знаю только, как добраться до резиденции Хакаги. Я проведу тебе небольшую экскурсию, а еще, ты просто обязана попробовать рамен в Ичирыку. Недаром Наруто с ума сходит от него. Наруто это твой ученик самый непредсказуемый ниндзя?» спросила Хатару улыбнувшись. «Да, это он, сейчас Наруто набирался опыта путешествуя с Джирейсома, но если бы он был в деревне, ты обязательно застала бы его именно в Ичирыку. Хоть и строишь из себя холодного и апатичного человека, ты искренне любишь своих учеников», заметила Хатару. «Мне кажется, что я мало что могу дать им как их учитель, но проведя с ними столько времени, я действительно полюбил их. Если ты передал им идеалы своего отца, значит ты сделал для них очень многое», сказала Хатару, глядя на заходящее солнце. Кокаши удивленно посмотрел на нее. Он мне рассказывал о том, что в юности отрекся от этих идеалов, и что эта ошибка привела к потере двух близких друзей. Но Хатару сказала об этом так, будто знала, что эта тема занимает отдельное место в сердце Кокаши. К этому времени они уже дошли до ворот и вошли в деревню. Изума и Котицу поприветствовали их со своего поста. «Здравствуйте, Кокаши-сан! Ай, Хатару-сан с вами! Здравствуйте, нечасто можно видеть вас в Канохе, мы рады вас видеть! У вас снова визит к Хакаге! Здравствуйте, Изума, Котицу, странно, видеть вас на посту не спящими!» улыбнулась им Хатару, «Да, но в этот раз я задержусь чуть дольше в деревне. Ради такого случая проснуться можно», рассмеялись парни, пожелав хорошего времяпровождения, пропустили Хатару и Кокаши дальше. Шиноби решили, что зайдут к Хакаге завтра, а сегодня прогуляются по деревне. Кокаши показывала Хатару разные районы деревни, рассказывая, где и что находится. Так они наткнулись на очарику, запах рамена от которого разносился по всей улице. «Здравствуйте, Теучи-сан», поздоровался Кокаши, проходя внутрь. Хатару вошла за ним и тоже поздоровалась. «Здравствуйте, Кокаши-сан! Рад вас видеть, вы давно не заходили», спросил Теучи. «Я и сейчас на миссии, поэтому временно живу за пределами деревни», сказал Кокаши, «Нам, пожалуйста, два рамена со свининой». «Так девушка с вами. И как же зовут вашу спутницу? Вы из Канохи. Никогда раньше не видел вас в деревне», спросил владелец ресторана. «Меня зовут Хатару, я выполняю миссию вместе с Кокаши, а живу я за пределами деревни», представилась девушка. «Миссию». Аи-то думал, что вы надумали наконец жениться, Кокаши-сан, рассмеялся Теучи. Второй раз за день их вгоняли в краску и заставляли оправдываться. «Хатару-сан, вы не заходили раньше в мой ресторан, но я уверен, что мой рамен заставит вас чаще бывать в деревне», пообещал Теучи. «Я рассчитываю на вас», улыбнувшись ответила ему Хатару. «Рамен действительно был невероятно вкусным». Хатару решила, что тот рамен, который подают в ее деревне не идет ни в какое сравнение с творением Теучи, а также снова убедилась в том, что для Кокаши съесть полную тарелку еды, не показав лица прыща простого. Поблагодарив за вкусный ужин, Кокаши и Хатару покинули ресторан. Они еще немного прогулялись по ночной конохе и двинулись в сторону дома Кокаши. Шиноби дошли до многоквартирного дома и, поднявшись на второй этаж, прошли в квартиру Кокаши. Небольшая холостяцкая квартира состояла из одной комнаты, кухни и ванной. В комнате стояла большая кровать, шкаф и письменный стол. «Проходи, можешь спать на кровати, а я постелю себе футан», сказал Кокаши, «Ванная вот здесь», он указал на дверь. «Ты решил поменяться местами?» засмеялась Хатару. С первого дня, когда раненого Кокаши положили на кровать Хатару, она закрепила это место за ним, а сама спала на футане в той же комнате. «Но ты же уступила мне свою кровать», ответил Кокаши, «Теперь я уступлю тебе свою. Можно я воспользуюсь дышем?» спросила девушка. «Да, конечно, чувствуй себя как дома». Хатару подошла к кровати, достала свиток с вещами и распечатала его. Взяв полотенце, банные принадлежности и домашнюю одежду, Кунаичи ушла в ванную. Кокаши занялся подготовкой с опального места. Для начала, взяв тряпки на кухне, он протер пол и все остальные поверхности в квартире, которые из-за его долгого отсутствия покрылись пылью. Достал футон и постельное белье. Расправил матрас на пол и застелил его простыней. Вернувшись к шкафу, нашел одеяло и надел на него пододеяльник. К этому моменту Хатару уже вернулась из душа, заняв свои места, они с Кокаши обсуждали планы на завтрашний рейдень. Хатару немного волновалась из разговора с Хакаги, несмотря на то, что была нехороший медик, поэтому находится на хорошем счету Утсунади, но Хатару переживала о том, что не открыла правду раньше. Кокаши привел свои доводы для того, чтобы успокоить Хатару. В конце концов ее тайна никак не отражалась на деревне, поэтому переживать было нечем. «Спасибо, что пошел со мной», сказала девушка. «Я понимаю, что это нелегкий шаг, поэтому я рад, что могу поддержать тебя», ответил Кокаши. Они еще немного поболтали, пожелав друг друга спокойной ночи, уснули. Завтра их ждал долгий разговор с Хакаги. Кокаши проснулся от пробивающегося из-за закрытой двери кухни, запаха еды. Сев на футыне, он протер глаза и посмотрел на кровать. Она была аккуратно заправлена, и девушки в ней, разумеется, не было. Он видел, как полоски света, выбивающиеся из щели под дверью кухни, прерывались тенью, что значило, что девушка находится там. Кокаши поднялся и пошел к двери. Когда он открыл ее, комнату заполнила уже знакомая музыка, с которой Хатару обычно начинала свой день у себя дома. «Оу, я разбудила тебя!» Доброе утро, Кокаши! Девушка обернулась к нему, держа тарелку с рисом. Кокаши посмотрел на дверь и увидел на ней звукопоглощающую печать, которую сделала девушка, чтобы не разбудить напарника. «Ну, шум я слышать не мог, но вот запах еды ты никуда не запечатаешь», усмехнулся Кокаши. Хатару была одета в короткое белое кимоно, с фиолетовыми деталями. Это сочетание цветов прекрасно подчеркивали красоту девушки, ее хрупкое телосложение, белоснежные волосы и необычные глаза. «Это кимоно очень тебе подходит», подумал Кокаши вслух. «Правда?» «Спасибо», поблагодарила Хатару улыбнувшись и добавила, «можешь сходить в душ, а я пока накрою на стол». «Так и сделаю, спасибо», ответил Кокаши и скрылся за дверью. Посмотрев на себя в зеркало без маски, он увидел, что до сих пор улыбается. Ему было приятно проснуться и застать Хатару за приготовлением еды для них. В ее доме это было привычным явлением, и они с Хатару готовили поочередно, потому что стрипню остальных участников команды даже едой нельзя было назвать. Но он впервые видел девушку, хозяин и чищенную его кухню. Ко всему она должна была еще сходить в магазин, потому что Хатаки, зная о долгой миссии, не оставил дома продуктов. Кокаши гнал от себя нежность, нахлынувшую так внезапно, но улыбка отказывалась сходить с его лица. Приняв он надел привычную мазку и постарался надеть не непривычную мазку без различий, но в присутствии Хатару сделать это так легко, как раньше не получалось. Хатаки выдохнула, открыв дверь ванной, наконец вышел. Стол уже был накрыт. Привычный традиционный завтрак из трех блюд. Небольшие глубокие тарелки с мисо-супом, чашки с рисом, запеченная рыба и гарнир из пропаренных овощей. Когда ты только все успела, спросил Кокаши, глядя на утреннее солнце. Мне не спалось, ответила Хатару улыбнувшись, приятного аппетита. Спасибо, и тебе приятного аппетита. Позавтракав и вымыв посуду, молодые люди вышли из дома и направились в резиденцию Хакаги. Дойдя до нужной двери, Хатару помедлила, не решаясь постучать. Давай, Хатару, все пройдет хорошо, подбодрил ее Кокаши. Девушка выдохнула и постучала. Входите, послышался голос Шизуни из-за двери. Кокаши. Хатару, что-то случилось? Спросила пятая. Здравствуйте, Цунадисама, поздоровались Шиноби. Нет, Цунадисама, ничего серьезного, но мне нужно поговорить с вами, начала Хатару. И что же привело тебя сюда? Хатару изложила суть своей проблемы, рассказала о клане во всех подробностях и высказала желание сменить документы. Хатаки значит, задумалась Цунадисама, значит, что считавшаяся мертвой дочь Сукиа жива. Почему не сказала раньше? Я слышала как отец говорил, что клан Хатаки почти истреблен и что за нами также могут прийти наемные убийцы. Сейчас я понимаю, что нападавшие просто решили ограбить дом, а наша семья лишь попала им под руку. Но будучи ребенком, я приравняла это к тому, что подслушала из разговора, поэтому решила называть себя не своим кланом. Очень логичный поступок для пятилетнего ребенка, сказала Пятая, я все поняла, ты важный ниндзя Канохи, поэтому сокрытие этой информации никак на тебе не отразится. Смена документов займет один день, нужно найти твои регистрационные документы в архиве и переписать данные. Шизуне, займись этим самостоятельно. Хай, Цунадисама, сказала Шизуне и вышла из кабинета. Зайдете к часам семь вечера, думаю, к этому времени мы закончим. Пятая усмехнулась и посмотрела на Хатару с Какаши, а я ведь всегда думала, что вы слишком сильно похожи. Шиноби неловко рассмеялись и хотели покинуть кабинет, но Цунадис остановила их. Хатару, останься, мне нужно обсудить с тобой еще некоторые вопросы. А ты, Какаши, пока погуляй. Хай, Цунадисама, сказала Какаши и глянул на Хатару. Девушка кивнула ему и легко улыбнулась и тогда Какаши все же покинул кабинет. А я смотрю вы неплохо сдружились, хмыкнула Пятая. Ну, наверное, да, смутившись ответила Хатару. Так вот, то зачем я тебя остановила? Хотела показать тебе некоторые истории болезни из больницы и услышать твое мнение, сказала Цуна потянувшись в стопки с бумагами. Какаши тем временем вышел из резиденции. Он был рад, что Пятая решил задержать Хатару, хоть и переживал из-за возможной темы разговора. Но все же он знал, чем займется, пока Хатару находится в резиденции. Хатаки призавпу Куна велел ему дожидаться Хатару и в случае, если он не успеет прийти до того, как она освободится, отвезти ее домой. Сам Какаши отправился в магазин одежды для Шиноби. Дойдя до нужного павильона, он зашел внутрь и оглядевшись, спросил у продавца «Здравствуйте, я ищу плащ для Куна-Ичи, есть варианты?» Спустя полчаса Хатару вышла из кабинета Хакаги. В коридоре ее ждал Пакун. Йо, Хатарутин, поздоровался Пакун и запрыгнул к девушке на руки. «Привет, милый, обняв Пакуна, сказала девушка, ты мой проводник вместо Какаши». «Да, Какаши отлучился по делам и сказал доставить тебя домой», сказал пес, поудобнее устроившись в руках девушки. «Ну пошли тогда. Сделаем тебе массаж лапок, хорошо?» «Ты знаешь, что за массаж лап готов на все», ответил Нинкен. По дороге они заглянули в Ичирыку, чтобы взять рамен на ужин. Хатару хотела после получения документов торжественно поесть вкуснейшие еды в Канухе. «Здравствуйте, Тьюча-сан», поздоровалась Хатару входя в ресторанчик. «О, Хатару-сан, верно. Я знал, что вы вернетесь за моим раменом, но не думал, что так быстро», посмеялся старик. «Ваш рамен невероятен, господин Тьюча, поэтому я снова здесь. Можно мне две порции рамена со свининой?» «Три рамена со свининой», буркнул Пакун. «А ты не растолстишь?» посмеялась Хатару, гладя пса по голове, «Твой хозяин будет недоволен. Хотя сегодня праздник, поэтому ладно, давайте три рамена». «Принято». Отрапортовал повар и спросил, если не секрет, «Что за праздник?» «Ничего серьезного, просто меняю документы», ответила девушка. Достаточно быстро рамен был готов и девушка, достав свиток из небольшой сумки на ноги, запечатала в него туда тарелки с едой. Обменявшись любезностями и попрощавшись с Тючей, девушка отправилась домой, все так же держа мопса в руках. Проходя по улице, где находился дом какаши, Хатару заметила розово-волосую девушку, которая шла ей навстречу. Глаза незнакомки широко распахнулись и она подошла к Хатару. «Покун?» спросила она, глядя на мопса, на что тот, махнув лапкой, ответил, «А-а, Сакура, привет! Познакомься, это Хатару Хатаки, напарница твоего, Сенси». Глаза молодой Кунаичи распахнулись еще шире, когда она услышала фамилию Хатаки. «Здравствуйте, Хатарусан», сказала она, поклонившись, «Меня зовут Сакура Харуна, я была ученицей вашего». Сакура помедлила. Она, конечно, долго не видела своего Сенсиа, но то, что он обзавелся женой за это время, она и представить себе не могла. Хатару не совсем поняла смущение Сакуры, поэтому просто слегка склонила голову и ответила, «Я рада с тобой познакомиться, какаши многое рассказывал мне о своей команде». Он говорил, что ты ученица самой Цунадисама. Хочешь стать медиком? «Да, очень хочу». Цунадисама говорит, что у меня хороший контроль чакры, поэтому я хорошо подхожу для этого. Цунадисама жесткий учитель, сказала Хатару, «Но Кукаше очень хорошо о тебе отзывался, поэтому я думаю, что ты справишься». «Да уж, она очень строга», согласилась Сакура. «Я встретилась с ней в своей деревне, когда она еще не была Хакаги. Тогда, набившись к ней в ученице, я получила по полной», сказала Хатару. «Вы тоже медик?» «Не такой хороший, как Цунадисама, но кое-чему она меня все же научила». В 20 лет Хатару встретила Цунади в своей деревне, узнав, кем та являлась, сделала все, чтобы та согласилась улучшить ее медицинские способности. Слабые техники Хатару прогрессировали, а контроль чакры улучшился. Отсюда умею наносить сильные удары в стиле пятый, который Хатару продемонстрировала в бою, спасаяся командников. Сейчас, Цунади иногда советуется с девушкой, чтобы узнать ее мнение о том или ином сложном случае, когда та заходит в канаху. Также увидев трудоспособность кунаичи, Цунади поведала ей о своей технике. Поэтому уже два года Хатару копила чакру, чтобы попробовать активировать Бьякова. Еще немного поболтав о своих впечатлениях от обучения у Хакаги, девушки попрощались и разошлись. «Эй, Хатару, по-моему Сакура немного неправильно тебя восприняла», сказал Пакун. «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, она решила, что ты жена какаши». Хатару сразу вспомнила, как Сакура замешкалась, услышав ее имя и фамилию и то, как сама Хатару приняла это за обычное смущение. Логично, что ученица Кукаши могла знать, что он единственный представитель клана и разумеется решила, что Синси женился. «Черт, Пакун! Почему ты не сказал этого раньше?» «А мне интересно посмотреть, как скоро вся деревня узнает о том, что Кукаши обзавелся женой», усмехнулся Пакун. Девушка легонько стукнула псаребром ладони и выругалась. «Да ладно тебе, пусть Кукаши расхлебывает», невозмутимо сказал пес. Хатару вздохнула и поплелась в квартиру копирующего. Дойдя до нужной двери, Хатару открыла дверь ключами, которые Кукаши оставил Пакуну и прошла внутрь. Сняла обувь и, подойдя к кровати, спустила на нее пса. Пакун перевернулся на спину и протянул лапки к Хатару, требуя обещанный массаж лап. Хатару хоть и злилась на Нинкена, но все же села на кровать, опершилась спиной о стену. На ноги она положила собаку и начала массажировать каждую подушечку. Споешь как раньше? Или ты забросила пение? Спросил, Пакун прикрыв глазки от удовольствия. До большой сцены мне далековато, но петь не бросила, сказала Хатару и взмахнула рукой, распыляя чакру. Под приятную музыку и мелодичное пение Хатару пес стал потихоньку засыпать, издавая милейшие звуки сопения, пока девушка гладила шелковистую шерстку Нинкена. Хатару вздрогнула от звука открывающейся двери и прекратила петь. Какаши застал эту умилительную картину, вернувшись домой. Пакун, я смотрю, не стесняется тебя эксплуатировать, сказал он. А ты не завидуй, Какаши, знаешь, как приятно, когда тебя гладят? Ответил Пакун, не открывая глаз. Нет, не знаю, спокойно не было разрушено Хатару. Да, как же, не знает он. Если подумать, вы оба без ума от поглаживаний, сказала Хатару, сдерживая смех. В памяти Какаши сразу всплыли слова о сумме о том, как Хатаке переносил обработку раны и как он метался в кровати, когда Хатару прекращала его гладить. Ого! Я чего-то не знаю. Резко открыв глаза, спросил Пакун, ты что гладила другого кобеля, пока меня не было? Хатару рассмеялась, а Какаша сильно засмущался. Он отказывался принимать тот факт, что нуждается в ласке не меньше других. Но это только в сознательном состоянии, а вот в бессознательном, похоже, Какаши был более изговорчивым. Пакун, я сейчас отменю призыв, пригрозил Какаши. Ну все, все, и молчу, успокоил его Нинкен, но немного помолчав решил добавить, скоро тебя вся деревня смущать начнет. Не понял? Какаши посмотрел сначала на невозмутимого пса, а потом на стремительно краснеющую Хатару, что вы уже натворили. Мы встретили с Акурутян, и Пакун познакомил меня с ней, мы с ним много поговорили. Говорили о Цунадисамая, Ваот, о медицине. Пряча глаза, мямлила Хатару. Я думаю, что, когда я назвал фамилию Хатару, твоя ученица решила, что ее сенси вернулся в Канаху с женой, прервал невнятные объяснения Хатару Пакун. Чего? У Какаши челюсть отвисла от таких новостей. Хатару тем временем подняла маленькая тельца Пакуна и прикрыла им свое красное от стыда лицо. Да ладно вам, ребят, чего вам бояться? Если между вами ничего нет, тогда и бояться нечего. Ничего же нет? Спросил Нинкен. Нет. В унисон ответили, смущенные, красные как раки, Шиноби. К семи вечера, как и полагалось, оба экземпляра хатаки явились в резиденцию, чтобы заверить новые документы для Хатару. Постучав в дверь, они дождались разрешения войти и открыли дверь. В кабинете находились не только Цунаде и Шазуне, но и Сакура. Сакура, увидев Какаши, сразу оживилась и начала ругать своего учителя. Какаши Сенси, как вы могли? Возмущалась бывшая ученица. Сакура, в чем дело? Непонимающе спросила Пятая. Я не могу поверить, что вы не то, что нашли себе девушку, а даже женились. И ни слова не сказали. Чта, на пару хатаки смотрели с удивлением не только Шазуне и Цунади, но и вошедшие без стукаши, как у Нара. Это не то, о чем вы подумали. Заливаясь краской, шептала Хатару, прячась за спину Кукаши. Сакура, ты не так все поняла. Пытался остановить это недоразумение, копирующий. А как понять? Я вижу новую девушку в Канохе, а у нее в руках ваш пес. Пес при этом представляет Хатару сан вашей фамилией. Когда только успел? Удивился Шикаку, до которого новость о появлении еще одной хатаки не успела дойти. Шазуне и Цунади, которые первыми поняли, в чем суть недоразумения, начали мияться в голос. Сакура. Хатаки — это личная фамилия Хатару. Я к этому не причастен. Оправдывался Какаши. Так вы же последний из своего клана. Зажали мне место за свадебным столом? Не унималась Сакура. Тише, Сакура, не суетись. Какаши тебя не обманывает, успокоила ученицу Пятая. Она и правда Хатаки, и твой Сенси, в смене ее фамилии, не участвовал. Так вы оба не это. Смотря то на Какаши, то на смущенную Хатару за ним, спросила Кунаичи. Нет, мы не женаты, ответил Какаши. Но вы хотя бы встречаетесь? Хитро улыбнулась Сакура. Нет, Сакура, нет. В унисон запротестовали Хатаки. А зря, Какаши Сенси, девушка-медик с вашими-то побегами из больницы, была бы лучшим вариантом для вас. Какаши, чтобы скрыть смущение, демонстративно закатил глаза. Так ладно, Хатару, твои документы готовы. Это экземпляры для архива и для распределения на задания. Просмотри их и подпиши, сказала Цуна. Хатару подошла к столу Хакаги и просмотрела документы. При виде официальной бумаги, где она подписана настоящей фамилией, у нее затряслись руки. Она была рада тому, что стала наконец собой, но до того, как увидела бумаги, не до конца осознавала реальность происходящего. Девушка глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь, и, немного помедлив, все же оставила свою подпись в конце документа. Покиньте кабинет все, кроме Хатару, неожиданно приказала пятая. Шиноби повиновались приказу и вышли за дверь. Знаешь, когда я была за пределами Канохи, я будто жила не свою жизнь. Я понимаю, как важна для тебя эта формальность. Ты прожила двадцать лет, зная, что твое настоящее имя и фамилия, которую ты получила от родителей выбита на могильном камне. И если сначала ты уголала о своем происхождении, чтобы обеспечить себе безопасное существование, то позже это стало серьезным барьером между тобой сейчас и тобой, которая потеряла все, что любила. Да, Цунадисама, вы описали мои чувства очень точно, немного помедлив, сказала Кунаичи, смена фамилии не просто откровение для меня. Смена фамилии значит то, что я приняла свою боль и готова жить с ней, не убегая. Мы в этом отношении очень похожи, сказала Цуна, мне в этом помог Наруто, а тебе ведь помог его учитель. Какаши тот, кто связывает меня с семьей. А знакомство с ним уверило меня в желание вернуть себе себя. Заходи в Канаху почаще, сказала Цунади, думаю, что теперь твоя воля стала еще сильнее. Теперь у тебя есть намного больше шансов получить Бьякова. Хатару удивленно посмотрела на Хакаги. Я вижу еще больше огня в твоих глазах, несмотря на то, что ты все еще в замешательстве, улыбнулась Цунади, а сейчас можешь идти. Спасибо за этот разговор, Цунади Сама. До свидания, сказала девушка и вышла за дверь. В коридоре ее ждал Какаши. Он как обычно уткнулся в книгу, но, услышав шаги в сторону двери, оторвал глаза от Романа. Хатару вышла слегка бледная, но, увидев напарника, девушка улыбнулась и сказала «Я чувствую себя замечательно. Рад это слышать. Все прошло хорошо», спросил Какаши, все же переживая за состояние девушки. «Чигато не хватает, Какаши Семпай». Задумчиво протянул Акунаичи. «Зовешь меня Семпаем?» «Подлизываешься?» ухмыльнулся копирующий. «Не хватает Саки, Какаши Семпай», крайне серьезно произнесла Хатару. «Ага! Так ты решила устроить пьяный дебош в моем доме?» Засмеялся Какаши. «Ой! Как будто ты против», сказала Хатару, взяв напарника за запястье, потащила его к выходу из резиденции. Шиноби дошли до магазина, где купили Саки и закуски. Вернувшись домой, Хатару еще 20 минут обнималась с покуном, после чего наконец распечатала свиток с раменом и отдала Псу заказанную им же порцию. Хатару и Какаши также съели свои порции. И наконец настало время для Саки. Пакун к тому времени уже попрощался и попросил развить технику, а оставшиеся наедине Хатаки-1 и Хатаки-2 выложили на стол различные вариации закуски и сам Саки. «Никогда не видел тебя нетрезвый!» «Надеюсь, ты не буйная», задумчиво произнес Какаши. «Тоже могу сказать и в твой адрес, Какаши, так что не ерничай. Меня сложно перепить. Я не знал, что мы соревнуемся. Ты заставляешь меня соревноваться с тобой, своим сарказмом», сказал Хатару, поднимая чашку для Саки. Шиноби почти опустошили бутылку и теперь уже без стесни не обсуждали инцидент с Сакурой, смеясь, вспоминая ее недовольство. Солнце давным-давно зашло, и холодный лунный свет почти не доходил до столика, за которым они сидели. Какаши хотел взять чашку, но задел рукой стоящую на столе бутылку, которая разбилась бы, если бы Хатару не придержала ее. Темновато тут, надо наверное свет включить, задумчиво произнес Какаши. «Держи фокус», сказала девушка, «проведя рукой над столом, создала иллюзию свечей, которые осветили стол, я хоть и выпила, но расположение вещей на столе помню, поэтому могу подсветить их». Томодой работать не пробовала. Усмехнулся Какаши, наполняя чашечки остатками саки, такие праздники бы делала. Даже представить сложно. «Сочту это за комплимент», ответила девушка, а не за очередной подкол. «Нет, вообще-то так даже приятнее, так что не дуйся», подбодрил Какаши, «давненько у меня не было таких вечеров». «Но в таком случае надо еще, знаешь». Девушка оглянулась, видя туманный взгляд по кухне, нашла. Хатару потянулась к столешнице и взяла в руку звукопоглощающую печать, которую использовала утром. Она наклеила ее на дверь, около которой как раз и сидела, и сложила печати. «Давай только что-нибудь покойное», попросил Какаши. Он сразу понял, что девушка собралась делать. «Обижаете, господин Хатакисама», возмутилась Кунаичи и распылила чакру по кухне. «Заиграла приятная музыка». «Я-то думал, что ты решила устроить здесь ночной клуб при свечах», усмехнулся Кунаши. «Под такую музыку танцевать даже приятнее», сказала Хатаруя, выпив еще одну чашечку, спародировала медленный танец, сидя на стуле. «Ха-ха, ну тут я тебе не помощник», засмеялся Кунаши, видя, что Хатаруя чуть не упала со стула, танцуя. «Ты чего смеешься?» возмутилась Хатару, и в каком это смысле не помощник. «После всего, что произошло, ты зажал мне танец. Какая ты вредная», покачал головой какаши и допил свою чашку. «И ничего, я не вредная. Ты же гений, а талантливые люди талантливы во всем». «Ну точно не в танцах», ответил какаши. «На кухне с Гаем ты замечательно справлялся». «Может, ты просто хочешь танцевать с ним?» спросила Хатару. «Да никогда в жизни». Хатару указала пальцем за спину какаши. Повернувшись, тот увидел иллюзорного Гая в зеленом строгом костюме и с розой в одной руке и вторую руку он тянул какаши. Увидев это нелепое зрелище, оба хатаки засмеялись, а иллюзорный Гай исчез. «Ты отверг его, я обязательно на тебя нажалуюсь», скорчив самодовольную мордашку, сказала девушка. «О, Каме!» «Тогда он предложит соревноваться еще и в танцах», засмеялся Какаши. «Тогда тебе тем более нужно тренироваться», сказала Хатару и встала со стула. Отойдя немного от стола, девушка помахала рукой напарнику, подзывая его к себе. Какаши не любил танцевать. Он смотрел на девушку, румяну от опьянения. Она улыбалась и звала его. Хатаки в который раз отмечал, что Хатару имеет слишком много власти над ним. Он ни за что не пошел бы на такое, будь на ее месте другая. Но Хатару, нежная, словно цветок в этом кимоно, тянула его как магнитом. Он встал и подошел к ней. Девушка вложила в его ладонь свою, а вторую положила ему на плечо. Какаши, заведя свою руку ей за спину, сократила расстояние между ними. Они встретились глазами, в такт музыки, начали плавно двигаться по кругу. «А ты говорил, что не умеешь», негромко сказала Хатару. «Я не говорил, что не умею, я говорил, что не талантлив», так же тихо ответил Какаши. «Значит просто выпендривался». Джанин еще немного притянул девушку к себе и положив подбородок на ее макушку, ответил «Значит да». Одна мелодия сменяла другую, а пара, не останавливаясь, двигалась по кругу. Кунаича положила голову на плечо Какаши, а он, наклонившись над ней, зарылся щекой в копну белоснежных волос и вдыхал их аромат. Держа Хатару в своих объятиях, Какаши возносился до небес и ощущал спокойствие и безграничную нежность к этой девушке. Ему не нужно было долго размышлять о том, что он чувствует к ней. Ему 27, он уже взрослый мужчина, который прекрасно понял, что влюбился. Он знал это, но не предпринимал решительных шагов в ее сторону. Он хотел быть рядом, оберегать ее и заботиться о ней. Но чем больше времени он ждал, тем больше понимал, что хочет касаться ее, он хочет без теснини заглядываться на нее, гладить ее длинные волосы, и о, Каме, как же он хотел ее поцеловать. Сердце сжалось от гаммы эмоций, которые вызывало у него Хатару. Дотронувшись губами через мазку макушки девушки, он легонько поцеловал ее. Хатару почувствовала поцелуй, утонувший в густоте волос. Легкий, едва ощутимый. Она подняла голову и встретилась глазами с Какаши. Она буквально ощущала нежный взгляд, блуждающий по ее лицу. Девушка опустила взгляд на маску, закрывающую лицо Какаши, а после снова заглянула в глаза копирующего. На нем не было протектора и крово-красный глаз Шиноби был приоткрыт. Какаши видел этот мимолетный взгляд. Убрав руку сталья девушки, Какаши поднес ее к маске, поддевая край ткани пальцами. Он помедлил, наблюдая за реакцией Хатару. Девушка продолжала смотреть ему в глаза, иногда опуская взгляд на руку, державшую край маски. Какаши медленно опустил мазку вниз, открывая девушке лицо. Взгляд Хатару блуждал по правильным чертам лица копирующего. Очерченные скулы, аккуратный нос и тонкие губы. Маленькая милая родинка на подбородке мгновение, после чего взгляд девушки снова остановился на губах Джанина. Какаши немного сократил расстояние между их лицами. Светло-фиолетовые глаза вновь смотрели в разноцветные глаза Какаши. Рука копирующего легла на шею Кунаичи, заставив ее еще немного поднять голову вверх. Какаши пытался настыдиться моментом продолжать смотреть в глаза девушки, забравши его сердце, но желание коснуться ее губ своими росло с каждой секундой. Какаши склонил голову, и их губы встретились в нежном, поначалу неуверенном поцелуе. Его рука легла на талию Хатару, а другой он притягивал ее лицо ближе, гладя большим пальцем ее бархатную кожу на щеке. Хара Турвана вздохнула, когда воздуха стало не хватать, и сжала в руке ткань его водолазки, другая рука опокоилась на его груди. Поцелуй, поначалу нежный, становился все более страстным. Земля уходила из-под ног от чувств переполняющих каждого из них. Алкоголь сделал двух сдержанных Шиноби более внимательными к своим чувствам, заставил их понять, что прятать их было бесполезной затеей, потому что чувства были взаимными. Эта влюбленность, зародившаяся еще на первых неделях совместного проживания, заставляла их идти дальше, смириться с болью, пережитый в прошлом и открыть сердце человеку, который принимает тебя, который тянет руку помощи, когда казалось, что жизнь кончена. Осознанно или нет, они шли навстречу друг другу и давали от успокойствий, которого оба так давно ждали. Найти отдушину в этом жестоком мире Шиноби выше из благ, которым только мог овладеть человек. В комнате становилось жарко, поцелуй углубился, а руки обоих блуждали по телам друг друга. Сжав в руках бедра девушки, Кокаши услышал заглушенный поцелуем стон. Этот стон разжег огонь между ними еще сильнее. Руки Хатару изучали каждый сантиметр торса парня, мышцы которого напрягались под ладонями Кунаичи. Вдоволь насладившись телом Кокаши через одежду, девушка и падев край водолазки, скользнула руками под нее. Кокаши вздрогнул от прикосновений прошладных рук и шумно выдохнул, затягивая Хатару в новый цикл доцелуев. Его руки без стесни не проникли под подол короткого кимоно, которое так понравилось ему сегодня утром. Теперь же этот прекрасный элемент одежды был сдерживающим фактором, от которого хотелось поскорее избавиться. Джанин притянул бедра Кунаичи к себе, и девушка ощутила, как горячая и твердая плоть упиралась ей в живот через слой одежды. Ее руки скользнули за спину копирующего, притягивая его болезненно близко, будто стараясь слиться с ним в одно целое. Одно уверенное движение, и Хатару подняты над землей, а ее ноги обвивают бедра парня. Кокаши, придерживая девушку и не разрывая поцелуй, открыл дверь кухни и вышел в комнату. Дойдя до кровати, Кокаши аккуратно сел на нее, оставив Кунаичи сверху. Оторвавшись от губ возлюбленной, он смотрел на ее покрасневшие щеки и горящие от нетерпения глаза. Девушка протянула руку к поясу и развязала его. Медленным, разжигающим возбуждение и движением, она отвела ткань в стороны, раскрывая кимоно и немного спуская его с плеча. Взору копирующего открылось нежное кружевное белье. Кокаши замер, наблюдая за действием и Хатару, а после, изучая каждый изгиб ее соблазнительной фигурки. Тонкая талия, подтянутый животик и небольшая грудь манили к себе, и Хатару не стал противиться этому позыву. Кокаши сократил образовавшееся между ними расстояние и припал губами к шее девушки. Он целовал и покусывал нежную кожу, оставляя багровые следы. Хатару прошипела от боли и желания и двинула бедрами вперед. Повторяя движения вперед назад, она получила еще один укус заметный под кружевом сосок. Другой рукой он проник под кимана, висевший лишь на одном плече девушки и расстегнул застежку лифа. Кокаши стянул с Хатару белоснежную ткань и бросил на футан, все еще лежавший рядом с кроватью. Туда же он отправил лиф, оставив кунаичи в одних трусиках. Такая игра показалась Хатару неравнозначной, так как сам Кокаши был все еще одет, поэтому поддев пальцами край водолазки, девушка начала стягивать ее с него. Кокаши послушно поднял руки вверх и помог девушке раздеть себя. Тело копирующего было спортивным от постоянных тренировок, поэтому увидев его широкие плечи и грудь, а также красивые мышцы пресса, девушка издала стону и принялась двигать бедрами активнее. Она немного надавила ему на грудь, заставляя лечь, а сама, оставаясь сверху, стала осыпать влажными поцелуями сначала шею, после ключицы и грудь парня, спускаясь все ниже и ниже. Белоснежные волосы прикрыли ее лицо, поэтому Кокаши, отведя их в сторону, убрал пряди за ухо Хатару. Девушка очертила влажным язычком каждый кубик на торсе Джанина и спустилась ниже. Наткнувшись на резинку брюк, она подняла глаза на Кокаши и, улыбнувшись, оттянула два слоя ткани, обнажая твердую от возбуждения плоть. Хатару, проведя языком от самого основания головки, обхватила губами члена и стала плавно опускаться ниже к его основанию. Ее язык то скользил по разгоряченному органу, то двигался по кругу, вызывая томные вздохи парня. Кокаши немного приподнялся на локте, чтобы наблюдать за длинные волосы в хвост и, отступив несколько десятков сантиметров от корней, намотал их на кулак. Он направлял действие девушки своей рукой, наблюдая за тем, как член проскальзывает к ней в роте, а после выходит наружу. От такого зрелища Кокаши чувствовал еще больше возбуждения, грозившего скорой развязкой. Он оттянул ее голову от себя и снял остатки одежды. Кокаши подтянул девушку ближе над ней, он понятолся к ее губам и поцеловал. Пройдя по каждому изгибу ее тела рукой, он оттянул нежное кружево, которое все еще осталось на девушке. Он слегка нажал на клитор и девушка шумно вдохнув простонала. Он стимулировал эту точку удовольствия, пока девушка держа его горячей и влажной от смазки сленый член, проводила руку вверх-вниз, то немного сжимая, то расслабляя кулачок. Кокоши вел в нее сразу два пальца, которые от большого количества смазки легко проскользнули в ее узенькую промежность. Большим пальцем руки он продолжал стимулировать клитор, чем заставлял Хатару жадно хватать воздух и слегка подрагивать. «Кокоши, пожалуйста!» прошептала девушка. Ее сладкие стоны провоцировали Джанина играть с ней. Он сжал ее грудь одной рукой, а после припал губами к ее соску. Девушка взвыла от восторга, участия в движении рукой. Кокоши от этого выдохнул на влажный от слюны сосок, чем вызвал сотни мурашек на теле Кунаичи. «Нам не печать, Кокоши, пожалуйста, сделай это!» просила Хатару, «Я хочу, чтобы ты вошел в меня!» Кокоши хоть и нравилось мучить ее, но от такой просьбы его самообладание рухнуло. Джаннин навис над ней, раздвигая ее ноги. Проведя головкой по клитору, он направил член и вошел, из-за чего Кунаичи протяжно застонала и притянув его за шею к себе, поцеловала. Узкие стенки сжали его в возбужденный орган, и Кокоши сдавленно простонал в ее губы. Не разрывая поцелуи, он двигался в ней то набирая, то сбавляя скорость. Она гладила его волосы на щеку, стонал и двигалась ему навстречу. Она хотела больше и больше. Больше его прикосновений, больше поцелуев, больше ласк. Кокоши разорвает поцелуи, глядя в том на и глаза Хатару, спросил. Печать. Да, ты можешь сделать это. Заканчив меня, пожалуйста, простонала она. Все же чтения пошлой литературы шло ей на пользу. Все ее слова и действия в постели сводили его с ума. Она так бесстыдно просила кончить в нее, что у Кокоши закружилась голова. Он вновь втянул ее в поцелуй, а рукой начал стимулировать клитор, чем приблизила так скорый финал девушки. Кокоши. Пожалуйста. Кокоши сделал еще несколько жестких толчков и злился в нее. Она простонала, закончив вместе с ним и чувствуя, как ее заполняет горячая жидкость. Тяжело дышая они смотрели в глаза друг друга. Они сделали это, и теперь все карты раскрыты. Они перестали притворяться и изображать безразличие. Они стали близки уже давно, но только сейчас они смогли открыть свои сердца друг другу. Действие алкоголя давно прошло, а уверенность в своих действиях не пропала. Они не жалели ни о чем и теперь, находясь в объятиях друг друга, чувствовали все поглощающее счастье. и все и все в